так ну чё я вас приветствую как поживаете как ваша жизнь субтитры Гром-гром-гром-гром Ты так нагружал из-за земли Гром-плач Ты осталась за мной За размешившись с туском Гром-гром-гром-гром Скоро лёси на корчину Мы запомним или мало Кома в поле застряла Цель быстро достала Все запомнят твоё тело Ночь от сына хотела Порно журнала снималась Честь достоинства наслаз Старый фэйкш-бабке У меня не хватает точно Мы никому не скажем Что, сына, ты сильно хочешь Я помню тебя другую С улыбаем часто туда Но ты же верю в мою За каждую пустая коробка О души Кто-то назад наружу Родной души Хоть она уже не сделает Я не могу Я осталась за мной За размешившись с туском Гром-гром-гром-гром Журнапурный нам поможем И в судьбе твоей разложи Кома в поле застряла Разве будет с пропадом Ляжешь лёд во своём доме Нас живица да и слома Кома в поле застряли С лозом ящиком сыграли Субтитры сделал DimaTorzok 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 В очередь так сказать Так У меня уже создана папочка про Чакеллу Правда она пустая Но в планах есть ролик про Чакеллу сделать Правда хрен знает когда я его сделаю Это большой вопрос У меня ещё про Джилинка хотелось бы Возможно даже две части сделать Возможно даже две части будет Да Всё таки это первое Это как заправка была чисто Алё Дальше будет повеселее Запиши вместо Ванюши ролик про 1 сентября Он сказал что не будет Да Ну можно Я в принципе и так хотел Так Сегодня какое у нас 26-ое Да 26-ое То есть Ну в принципе я успею Чё там На три странички накатать телеву какую-то Разумистическую Мотивирующую для карликов Моя На маленьком плоту Ой Юрий Лоза Ой боюсь что сейчас АВТОРК прилетит Это какой-то крутой канал 34-20 Сейчас он про Дипабло что-ли скажет Сквозь Та-да-та Так, сейчас, секундочку. Секундочку. Так, все. Продолжаем. В космосе вы хорошо разбираетесь? В каком космосе? Ну, астрономия, космонавтика. Понимаете, в чем дело? Вот, когда начинаешь людям говорить простые, объективные вещи, а эти люди отталкиваются от знаний шестого класса, которые получили в школе, мы находимся немножко в разном статусе, что ли. Я 45 лет занимаюсь этой темой. Он не занимался этой темой совсем. Но он уверен, что знает, как все устроено. Он видит эту картинку, как устроена Земля. Что у нас есть ядро, потом мантия идет, потом идет эта горячая, а потом идет корочка земная. Вот он понимает, как. Он помнит эту картинку, где нарисованы магнитные полюса? Мы в детстве в учебнике показали. Когда он начинает говорить простые вещи. Говорит, ребят, эту книжку написал дяденька, который получил на нее деньги, которому сказали, как ее написать. Тогда вы проверяли ту информацию, которую получили в школе? Он говорит, нет, не проверял. Я говорю, а как будешь со мной спорить с чем? Как он проверял? Ну, я-то проверял. Я-то поступал в институт и уже проверял на опыте на определенном. Я-то уже знаю, что эта картинка ложная. А расскажите, пожалуйста, про опыт. Вы начинаете работать с водой. Вы начинаете понимать, что на шарообразной земле реки течь не могут. Ну, я прокладывал воду. Конспектируйте карлики в школе, придете на первое сентября, прогоните паруматом вот этих, и сразу пятерки будут ставить гарантированно. Блин. Или отведут к психологу, тут два варианта. И вот эти мерили мы все, составляли вот эти карты. Я знаю, что речка не может течь на шарообразной земле. В мире нет ни одного макета, ни одной реки, которая бы учитывала загиб земли, только на плоскости. Я могу сделать макет Волги в любом, ну, в любых размерах. Ни один человек, который будет делать это с учетом шарообразности, не сделает ни одного макета, ни в каком размере. Короче, это человек, который насмотрелся всяких демотиваторов из Одноклассников и поверил в них. Вот он. Можете склинить. И из WhatsApp. В WhatsApp тоже там же всякий спам такой рассылают. Поэтому да, вот для таких вот, видимо, и создают вот эти все картинки. Со всякими фактами, ну, так называемыми. Почему? Так, ну что там, львенок еще не вылез из берлоги. Уже 19.30, как бы, карлики заждались. Потому что элементарное утверждение. Ребят, вода подчиняется законам. Когда вы начинаете с ней работать, вы узнаете, что закон сообщающихся сосудов по закону Паскаля это два закона, по которым течет вода на плоскости. И они работают. Поэтому у нас две гидрологии. Гидрология суши, которая работает с водой на плоскости, и гидрология моря, которая утверждает, что земля закругляется, и туда вода закругляется вместе с ней. Но когда вы начинаете работать с водой, то у вас возникают вопросы. И вы начинаете искать на них ответы. И ответы вас сначала удивляют. А потом вы понимаете, что все логично. Что земля плоская. Вот и все. А почему это не доказано и не признанно на каком-то научном уровне, если есть люди, как вы, которые это проверили и доказали? Да, оно проверено и доказано. Мало того, те люди, которые построили Акрополь, Капитолий, те люди, которые построили Москву и Санкт-Петербург, они верили в плоскую землю. До того, как была принята концепция вот этой шарообразной земли, весь мир верил в плоскую землю. Это те люди, которые дали нам календарь, по которому мы сейчас до сих пор живем. Карты звездного неба придумали люди, которые верили в плоскую землю. А в чем смысл сейчас скрывать, что земля плоская? Это очень просто на самом деле. Плоская земля подразумевает присутствие Создателя. Она не могла образоваться сама из хаотичного взрыва. У нас же говорят как, теория большого взрыва, которая лежит в основе всей гелесоцентрической системы нашей, шарообразности всей этой. Что вот когда-то взорвалось, разлетелось, из капельки эти капельки застыли, получились наши планеты и так далее. Так вот, это возможно только притянуть за уши при наличии вот этой вот системы самой взрыв и хаотичное создание земли. Видели, кстати, что в PS Plus Dead by Daylight добавили? Я вчера увидел, вообще охуел. Эту помойку уже даже туда всунули, хотя раньше продавали за 2000 рублей. И типа даже больше она стоила, 2700 по-моему. 2700. А потом скидка была и 2000 рублей Dead by Daylight стоила. А сейчас бесплатно в PS Plus его всунули. Ёб твою мать. Но умны не по годам создатели, блядь. Эту ёбаную помойку сейчас с карликом будут впаривать бесплатно. На ЕГС раздавали бесплатно. Да-да-да, я знаю. Ну, додики, блядь. Создалась якобы сама. Плоскую землю нельзя хаотично создать. Значит, у нас есть создатель. Что это за собой влечет? Следующее. Если у нас есть создатель, то мы перед ним отвечаем, наверное. Если вы какое-то творение создали, ну вот ребенка родили, вы же смотрите за тем, как он растет, развивается. И вас интересует, как он себя ведет, правильно же? Точно так же, если нас создал кто-то, то он за нами наблюдает. Соответственно, это накладывает на нас определенные правила, то есть обязательства вести себя определенным образом. Если создателя нет, мы можем делать с этой планетой все, что хотим. Я не случайно спросила про космос и астрономию. Как же быть с полетами в космос? Откуда видно, что Земля круглая? Откуда видно? Космонавтам, которые туда летят. Вот смотрите, якобы они запустили такой большой телескоп «Хаббл», который черные дыры снимает. Простой вопрос. Почему его ни разу не повернули в сторону Земли? Ну, это же интересно посмотреть, как и мы. Ни у кого даже в голову не пришла идея повернуть телескоп «Хаббл» и показать реальные снимки Земли. Ту компьютерную графику, которую они выдают за съемки Земли. А ее давно разбавили, побахали альтернативщики. Нашли уже все эти ляпы. Рассказали, как это сделано. Вы сейчас имеете в виду, что космонавтам показывают какую-то картинку? Каким космонавтам? Которые летают в космос. Кто вам сказал, что куда-то летает? А куда они? Зайдите в фейковые космонавтики. В YouTube наберите. Или космические ляпы. И там нам в кучах... У меня как-то на стримах был чувак, который мне постоянно кидал ролики про плоскую Землю, блядь. Ну, видимо, с целью постебаться. Я так понимаю. Где-то роликов пять он подобных закидывал. Типа там... И там было и про фейковую космонавтику. Ну, я вообще всю эту тему про плоскую Землю, про теорию заговора, форум 9.11 американский. Это всё давно знаю. Потом этот дух времени, этот фильм. Всё давно слышал, изучал. Ну, вообще на Западе же, в Америке в частности, очень популярна вот эта теория. И шизотеория. Это же всё оттуда идёт, на самом деле. Все эти статейки просто... Алё! Американские статейки просто переводят на русский и всё, и транслируют здесь. А так-то это всё вот там придумано. За бугром. И про 9.11, и про там... Этих... Богемские рощи, там какие-то... Плоскую Землю. Потом, что там ещё такое есть, шизанутая. А, ну, пирамиды, само собой. Пирамиды. Надо не учить вот так вот, карлики. На самом деле, дуэт в Анашпак очень интересное явление. Даже если бомж отстанет от неё, то Шерлок и нет, пока она не уйдёт как Толян. Ну да, кстати. Покажу вам досечку попозже. Она уже хорошо выглядит. Ты чё, её видел, что ли? Я копаюсь на помойках, как червяк. С детства жизнь моя наперекосяк. Тонализационная люк моя дверь. Но я счастлив по-своему, поверь. 20 лет назад сгорел родной мой дом. Документы, деньги, всё сгорело в нём. И теперь я побираюсь 20 лет. Кому нужен старый некон. А как же это теория про Гагарина, что Гагарина убили. Это же тоже излюбленная, кстати, что за теория. Что вот он чё-то там знал и его убили, типа. Целёмся, блин, целёмся. Под Т-3, под фонтан, блин, ебоже мой. Что типа не просто так он там на самолёте разбился, а это специально типа подстроили там. Ну или Курск. Курск. Алло. Это тоже излюбленная тема вообще. Что на западе, что в СЖ. Так. Ой. Так, чё-то я не вижу, а где. Вчера взял предзаказ Хогвартс Легаси. В связи с этим хочу заказать трек. Рэп по двойному тарифу. Ой, Хогвартс Легаси. Ой, не знаю, чувак. Мне кажется, будет какая-то хуйня, если честно. Мне так кажется. Слишком они много на себя взяли. Маэстро жёсткая о дешёвках. Я бычок подниму, горький дым затяну. Покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу. Только кушать охота порой. А я бычок подниму, горький дым затяну. Люк открою, полезу домой. Алё. А не жалейте меня, я прекрасно живу. Давайте в чате напрягитесь сейчас. Ответьте, сколько стоят вот эти кроссовки? Давай, покрути там. Одинастер Смиты. Да, ребята, как вы думаете, сколько стоят вот эти кроссовки? А теперь я твои паника. Ща, ща я сам, я сам. Нищий ПК, RTX 3070 Тибу и Ризен 5700X. Ну, неплохо так, 3070 Тибу, это неплохо. Неплохо. Ой, чё это вообще? Да где оно, ебать, я уже запутался. Вот, пожалуйста. Пожалуйста. Сколько, ребята, сколько? Сколько? Ну, у тебя они такие беленькие. Сколько, ребята? Вот. Вы просто почувствуете... Слушай, они, если настоящие, они тоже 2015 стоят. Цивилизационную разницу, ребята. Три косаря. Три косаря на садоводе плюс поторговаться, еще одно удовольствие, так сказать, с шерстистыми коллегами. Нет, это же, но это лучшее, что может быть. Я же говорю, ты приходишь, я просто душой там, ну, я просто, понимаешь, может, все-таки рыночная экономика, и она дает о себе знать. Я просто, знаешь, общаюсь с ними с душой, душой отдыхаю. Да нет, я сущий, куда я тут работаю целый день, ты чё, какие это, 500 рублей. Я не понял, они чё, Ванечку сейчас ждать будут или чё? Боимся. Он типа встретиться должен с ними или нет? Люди работают, пусть работают, это их дело. Ладно. Ну, ребят, львенка, льва против, чё-то это? Нет, нет, сегодня его нет. Так что мы просто с нырков поспрашиваем о чём-нибудь, подоёбываемся, может быть. Я просто впервые в таком месте. Ты взяла газовый баллончик? Нет, но он у тебя есть. Но у меня один, понимаешь? Ну, сначала, меня защитили. Один я Дону Симонова дал, так сказать, всяких разных. Так, ребят, как говорится, если честно, мне страшно. Откровенно страшно. Мне кажется, тебе не страшно. Не, ну так, маленько. Я в свои среди обитания. Не, мне так маленько страшно. Сися, сися. О, здорово, Хика. Здорово, сися. Сисадмин, а чё ты тут делаешь? Тусуемся, блядь, бухаем. А ты один? Нет. Когда Иван Абдулов добавит 16 карликов в друзья, не знаю, спроси у него. О, откуда я знаю? Так. Это мой друг. Здорово, здорово. Хикан нам вон. Ещё раз, как? Рома Водочкин. Водочкин. О, ну вот это, кстати, элитарии сразу видно. Это они на бульварном кольце. А, не, это же Пушкинская, блядь. Ну да. Самый центр карлики. Вот настоящий. Ой, блядь, я хуею. Среди таких персоналей тусоваться, знаете, это надо неистовое терпение иметь, чтобы там находиться. Ну, либо быть очень бухущим, чтобы этого всего не слышать просто. Так что, львёнок придёт или не придёт? Карлики. Кто в теме? Да там не только Лукашинский, а там всё присутствует. Всё вообще. Весь спектр. Спектр всего вообще. Это есть Real Life? Ну да. Алё. Это он, он. Это оно. Ну, это фриковато, так сказать. Фриковатый способ. Социализации. Ну. Он тоже имеет место. Да ебать, ну где, где, где. Блядь, я вкладку проебал, карлики. Или я её закрыл уже? А, нет. Ильич, слушай. А данный лев против будет сегодня? Я хз. Просто мы вот с Кариночкой пришли, искать данного льва. И чё-то нифига нет. Слушай. Я думаю, не будет. А почему? Он часто приходит. Ну, он приходит сюда. И даже забирал, и даже меня. Я попадал. И чё, и полицейские тебе крепили потом? Да, блин. Я ходил сюда на Арбат. Мне написали, что... 500 рублей. Понятно, карлики. В общем, львенка не будет. Нашего львенка не будет. Тут они другого львенка ждут. Этого, блядь. Мехуила Мазутина, блядь. Эх, а я надеялся, что львенок, типа, придёт навстречу. Прикиньте, был бы кунтент. Но он, нет, это ему не по статусу. Ладно, идём. Идём смотреть, так сказать. Сегодня прошёл игрулю. В РФ недоступно, пришлось накатывать пиратку. Чё там за игруля? Даже не знаю, чё это, если честно. Не играл. Вон, он побежал, малыш. Не жалейте меня, я прекрасно живу. Только кушать, а год обновил. Ну, я думал, нашего львенка. Я думал, они о нашем львенке говорили. Когда-то скриншоты, там, выделяли на движение, пуплю... А, ну, было, было такое. Но потом это всё, так сказать, почистили. Это же делалось под эгидой нашистов. Господина Якименко, который сейчас тоже куда-то слился. Вообще неизвестно где он. Ну, видимо, денег наворовал и уехал. По старой формуле. Денег напиздить и уехать в Америку, там, или в Монако. Вот. Плюс это они писали, что они, там, 10 лямов дают, там, или 8. А по факту могли вообще ничего не дать, например. Так бабки и пилятся, карлики. Вот учу вас, как на госбюджете распиливать. Да? Чёрная бухгалтерия ещё есть. Заведите тетрадочку чёрного цвета и туда всё записывай. Все свои тёмные ходы. Донат в гривнах поставил, чтобы он нам допомогал. Ого, блядь. Слушай. Хватит провокациями заниматься. Умник. Умён не по годам. У мамы Моргенштерна тоже с цветами были хорошие госконтракты. Плесть тётя из Газпрома. Да, 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 да. Про маму с цветами это ещё давно было известно. Просто эту инфу никто не форсил. Я ещё в году 18-м, наверное, читал об этом. Вот. Ну, а хули вы думали? На госбюджете сидеть это одно удовольствие. Вон как Ванюша работал уже тоже в какой-то компании с госзаказами. Как она там называлась? Катюша АйТи или что-то такое. Ну, в общем, очередное о рога копыта, на которое там походу выделялись госбабки и пилились просто. Ну, с Квирту Системс там вроде бы всё более цивильно было. Там вроде бы обычная компания. А вот Катюша АйТи или как-то так там она называлась. Вот там вроде бы были какие-то тёмные дела. Орген и Радаке богатые нам карликом остается только электронщина и нищая гитарка. Надо хорошо точить гайку, миллионы не за горами. Да, 20 тысяч в месяц. 300 долларов. Приведут к успеху. Ты пропустил мой прошлый донат. Не мог я пропустить. Ну, мё, ну, мё. С уровнем программирования Ванюша только в Маруси работать на попиль. Ну, потлатая бабка же говорила, что Ванюша так себе программирует. Ну, даже не так себя хуёвый. На заводе не 300, а 700. Ну, 6,7, 42. 42 тысячи. Ну, такое. Ах-ха-ха-ха. Ванюша настраивал роутеры в Кремле. Да, ха-ха, блядь, настраивал он там, блядь. Хех, хех. Роутеры, блядь. А Карима Шпук не смог настроить её. Роутеры, блядь. что за история про майкл джексон я впервые слышу вообще что это за байки байки подъехали в юности полюбилась что-то по сей день это же музыка торкает вот то что вот ой в 13-15 вот что удивительно сейчас она пошла прошла такую серьезную фильтрацию мастерству вот скажем я сам многое умею многое знаю я скажем некоторые группы которые я слушал в юности прощая им вот эти вот огрехи я уже слушать не могу просто как профессионал понимаю что это сделано плохо криво и косо скажем берем любую самую даже самую раскрученную я понимаю какие на меня вылетел сушатый грязи но скажем 80 процентов того что спета цепилин слушать невозможно просто сыгранный цвета плохо алё так так случилось но они как бы ну они так как ты дели в то время это воспринималось сто процентов все нравилось группа трокс какая-то я слушал я сейчас ужас какой-то как я мог это вообще роли стонс но они же гитару не настроили за всю жизнь ни разу пить и джаггер ни в одну ноту не попал ну что поделаешь на такой человек но тем не менее да в этом есть драйв определенный есть кайф кто-то тащится твоей молодости и проецирует как восприятие это те все проецирует свою молодость на этой на эти группы они были очень слабыми на самом деле это самоделка может в этом есть определенный кайф но вам не обязанности сразу быть сильными и в этой в любом виде искусства но в то же время с художники и поэты поехавшись допустим типа я сейчас слушаю с огромным удовольствием раскрывать понимаю они тогда уже все сыграли и тогда были очень хорошие музыканты и средние музыканты и тогда уже скажем blackmore был великолепным гитаристом скажем и точно также ричард играть не умел как не умеет он тогда не умел и сейчас не умеет а blackmore тогда играл хорошо сейчас играет хорошо если тут ничего не сделаешь это как поняли блять карлик базу вам выдает базу выдает так карлик интересно ванечка в школке на уроках труда любил чего любил пилить доски пилами так надо говорите потише карликина давайте вот так я с макалеем калкиным перепутал а ну типа этот калкин же снимался у него в клипах там каких-то в старых в 90-х еще по моему еще до своей актерской карьеры подсказать а по авторка нахуй так все идем дальше в интервью великого советского музыканта юрия лозы и знаете его критика меня очень расстроило ибо когда тебя критикует музыкант такого калибра это всегда тяжело перенести но одновременно с этим это также стимул к развитию ибо совершенству нет предела если честно у нас в группе почти ни у кого нет музыкального слуха поэтому мы и не замечали что кит не настраивает свою гитару но сегодня мы скинулись и подарили ему тюнер а что касается меня то я принял решение уйти из группы больше не могу постоянно петь не в попад юра спасибо что открыли мне глаза кстати я как сейчас помню 88 год когда вышла ваша композиция плод мы тогда почти каждый день летом выбирались на природу жарили шашлыки и пели ваши песни под гитарку костра было круто юра приятно что вы знаете о нашем существовании и нашем творчестве раз уж мы с вами общаемся то не могли бы вы показали блять как еще блять тоже фабоеба блять причем тут флаг испании вообще очередной наебщик блять я просто слышал что-то те челики которые чат рулетки там сети снимаю что там наебалово не по годам происходит доников взять пару фишек на гитаре моему другу киту бы хоть как-то улучшил свою игру а лично вам желаю чтобы вы и дальше радовали нас своей музыкой удачи накачен мощный красивый и харизматичный шутка пряду валясь но уме он умолы да мне не интересно телосложение ни одного из сегодняшних культуристов это нисколько меня не привлекает это не то как я хотел бы выглядеть и каким быть о спасибо на борьбу с рептилоидами спасибо нас с твои даме не борюсь так-то я рептилии не люблю обычных рептилий в змей там всяких варанов неприятно как-то ну так спасибо кланяемся кланяйтесь в чате кланяйтесь маленькие занос подъехал давайте признавайтесь кто из вас подписан на телеграмм куриный шпек только никто с ногами бить не будет не переживайте если вы признаетесь это будет как чистосердечная явка с повинной защита новым поэтому скостить вам две третьих срока сходу это слишком мне нравится классическое телосложение вот что мне по вкусу качество против качества тела атлетов шестидесятых и семидесятых годов эстетика идеальная симметрия и пропорции моя конечная цель когда-нибудь построить тело как у них ниже кстати там вроде бы даже чат есть какой-то для билду дикорчу вы туда не идете у меня вот уже кстати за последние пару дней несколько человек писали просили чат создать в т.г. я его не создал не ждите а я идите к ней в чате пишите там про свои бил проблемы слышал что симонесса собралась лететь в черногорию да как думаешь чем вообще закончится в этой эпопея подележки не двигаясь викуси армянским табором я говорил викуля отожмет черногорию сто процентов потому что симонессы нет средств чтобы оплачивать европейского адвоката который либо российского адвоката который шарит за европейское законодательство такие адвокаты стоят до хуище вот но студию студию поделят чё там у них еще есть алё знаешь что тебе скажу малыш доделай вторую часть праву g-link и выпиливайся из интернета это будет твой финальный аккорд лучше уходи пока окончательно не поехал кукуха то хуже масла час стал спасибо за такой ценный совет обязательно прислушивайся исправлюсь сколько шекелей тебе за чат для додиков да нахуй вам этот чат забейте блять не надо ничего мне донатить все равно там хуйня будет я его модерировать не буду все равно типа там будет постоянный спам ну не знаю зачем так вот по поводу девушки сима сосет он думает типа это все шутки там что чё так кто-то ему там поможет все будут просто наблюдать и рофлить как у него отжимают там как его из студии выгоняют там и так далее это все будут только рофлить над этим но все же постараться быть немного лучше все кстати только этого и ждут когда его начнут выпиливать пинками из студии там и так далее кроме обсуждения биопроблем по сути ничего не было но историй про гайки и заводик это мы одобряем ну не знаю зачем такой чат нужен вообще блять я туда как не заходил там раз в неделю за еду бывает смотрю опять там кто-то ноешь вот я там пишу мне никто не отличается или там вот и тиндер поставил мне никто не лайкает или вот сходил навстречу там и послушал односложные ответы ну и чё блять и вот это постоянно постоянно по кругу одно и то же одно и то же я просто в шоке блять рыжая проклятие так мы уже под ним но я-то уж точно на него вроде по да да там с ножом ку это карлик приходил ну это какого-то какие-то эти как они называются коллекторы типа коллекторы я говорю викуля все отожмет sima c100 хуй просто в их количестве так как не каждый этого кайта отвечает за свою юриспруденцию не так как у нас что один ножницы ну и весь ими написал что у него два варианта либо он отдает черногорию хату на гончарной оставляя себе студии либо дают студию черногорию а хата остается 7 так я говорю черногория это все он там вот я сегодня его стрим сидел смотрел он там каким-то рандомом заливает вот я черногорию старшему сыну отдал блять ему оставлю он еще маленький не понимает но я ему черногорию оставлю блять чё ты там оставишь балабол блять клоун усатый чё ты там оставишь блять ты отсуди сначала блять а потом уже будешь там рассказывать что оставить вот это симону такой балабол блять я я просто слушаю меня уши в трубочку сворачиваются чем несет вообще две бутылки пива выпил блять и поехали струя чем блять привет удачного стрима 600 карликов на стриме проседает онлайн значит карлики готовятся к шкиле да 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 кстати недавно решил поиграть в старый рпг начал с первых фоллаутов играл конечно первый второй третий фоллаут и третьими не понравилось и вегас так себе я кстати его по-моему и не прошел кстати по подписке ps плюс 4 фоллаут же идет и фоллаут 76 я вчера увидел случайно что блять фоллаут 76 есть бесплатный нахуй нужно хотя некоторые вроде играют даже в него говорят нормальная игра ну хуй за первая часть топовая я бы так сказал ну вторая тоже неплохо хотя я в нее мало играл плохо помню уже сейчас хочу сайлент хилл 2 перепройти вспомнить молодость так сказать карлики до готовятся к шкилке тетрадочки там и так далее вот поэтому надо запилить ролик про школу у дона свой манимиров потом столкнется опять с уже давно пиво напился и вот это пиво напьется и забывают кушение на тон армянской мафии пиво напивается и забывают что он как бы в сж находится и он не всемогущ блять идем дальше поэтому я вот можете потом меня хуесосить вовсю если это не сбудется но я даю вам 200 процентов что черногорию викуля отожмет что ему черногория не останется вообще он там уж что угодно рассказывать что вот этом оставлю не оставлю ничего не у него ничего не получится черногорию она отожмет а по поводу студии большой вопрос что там будет со студией но черногория сто процентов викулина она не отдаст ее не отдаст ни в коем случае дед где-то под спайсом перепрошел вспомнил классику да ну блять не знаю мне додспейс как-то не очень если честно такое 3 и 4 это отдельные игры во вселенной фоллаута не номерные части настоящий фоллаут 3 это не вегас хуй знает я не настолько глубоко знаю лор фоллаута это заказ как говорил великий певец да это заказ покушать покушение блять да просто пугают его видимо ну викуля заебалась уже ждать наверное подослала каких-то этих коллекторов чтобы его привели в чувство в аутласт играл такое ужастик на разок побегать с камеркой по темным переулкам в психушке второй аутласт такое себе на мой взгляд по атмосфере первому он проигрывает хотя они старались они старались возможно даже переплюнуть первую часть но не получилось первая часть все-таки получше по атмосфере не так сказать а вторая часть она же вообще там по моему даже концовка типа открытая она же ничем не заканчивается по моему я ее давно проходил уже там сколько лет пять назад я не помню уже чё там был там как это открытая концовка была по моему бредовая по моему и первая часть также закончилась собственно говоря то есть это у них видимо почерк такой стиль я вчера узнал что это как насчет пупк пупк мне не нравится я не фанат топ видосы топ стрэм и ты лучший ну спасибо карли кланяюсь так сказать за признание умас как тебе книжки какие тебе книжки нравятся читать комментарии под видосами мне нравится читать в последнее время ничего не читаю или дело в том что во второй открытое пространство в основном в первой закрыто все было ну да потому что там же психушка типа а во второй там бегаешь по деревне типа как очень похожие декорации на резидент ивил последний тест трейдинг пиздата я ее три раза проходил ой с ноября месяца опять начинаю нормально стримить потому что я что-то поднаприл а он 2000 игр кто зашел как это не получится или кто зашел или кто зашел саня ищи ты здорово ворква это я прочитал ты какая-то санек ахаха да визуальная новелла точно фредер 1313 спасибо довольно хамов мазох спасай меня не пьете потому что мазоха закодировался закодировал я не вижу смысла играть в грузовички например если у тебя нет руля ну или геймпада с хорошей вибрацией как дуал сенс например на клавиатуре играть в гоночки это блять прошлый век алё а я всем напоминаю способ так способ чтобы не стать как ауди и rv или маслач и что же там за способ такой это германия алё нагадочное терпение сейчас будет музыка из пушера не слово мазохи тут вообще как бы вроде то не особо играет хотя хотя алё трезвым за большую сумму согласился я говорил 30 тысяч я бы сыграл прошел бы за 30 тысяч но она душная дико мне уже много кто написал и в донатах и в чате и в личку мне пару человек писали что говнище типа за 12 тысяч не соглашайся ни в коем случае типа ну я я верю людям я не буду тогда за 12 тысяч потому что говорят что душнина конкретная типа там терпеть долго придется но она длиннее чем был там полтора раза мазоха мазоха что там было черногория моя и там же у викулия я так понял пригорело от того что он пришел в квартиру с розовой кухни без ее спроса и начал там что-то белье стирать что-то там стримил оттуда у нее от этого пригорело сейчас он еще в черногорию поперся я думаю блять ох он наживет себе проблем конечно мне так кажется дядь миша ну я все еще собираюсь дядь миша ухожу дядь миша это кстати не дядя миша это хамов блять это старый он это профиль хамова блять его бородка ёбаная блять то есть это старая хуйня которую разоблачили уже миллиард раз это хамов хамов который работает где-то в рекламном агентстве сейчас удел слышь ты блять дядь миша ботёк ты гандон блять уёбище блять алло перезвонят всю охрану чтоб симу не алло Пускали в черногорскую хату И придется ночевать на черногорских лавочках Да Вполне может быть Или замки поменяет Давайте посмеемся, Карлик Или замки поменяет Дистанционно Там наймет кого-то, блять Чтоб хату вскрыли И поменяли замки Типа, я думаю, такие услуги можно найти Ты гандон, блять, заебал Так, где это? Ну, на сайт заходи Какой сайт? Ну, блять, какой сайт? Какой там сайт-то рекламы? Сумка Капура РФ Кстати, этот сайт до сих пор работает Алло Сработала, значит, рекламка Сима вообще интересный персонаж Постоянно говорил, что Наталью не брошу Детей не брошу В итоге он морозится от них уже недели Хотя там уже цирк имени Петросян Ну, вы знаете, я видел Вот когда он носил и цветы домой И какое у него было недовольное ебало Я думаю, нет, Карлик Это не цирк Я думаю, у него уже реально колпак рвет Он уже сам не может, видимо, терпеть Наезды постоянные Возможно, реально решил ее кинуть Мне так кажется Мне кажется, что это все-таки не театр Конечно, элементы театральные там присутствуют Например, вот это его Вот, я пойду на скамейке спать, блять Типа, нахуй ему спать на скамейке Если у него студия есть, блять Ну, это такое Это чисто на додиков рассчитано А то, что он с Петросянихой посрался Я думаю, это правда Вот, есть, есть уже Сумка Кабура Там был РФ Вот, это оно и есть Ну, а тут РУ Сумки, ну, пройди по ссылке-то Нас точно не слышатся Нас точно не слышат Примерно Примерно не слышат Ну, так, слегонца Блять, ты мне пообещал Обещаю, никто нас не слышит Сделаем это быстро Чем дольше мы нерпенимся Нас никто не слышат, точно? Так, можно прямо вот так пиздеть, да? Только, блять, чувак, может здесь закатить, да, пожалуйста Стесняешься, что, блять? Да потому что шума тут будет Они там где-то Так, дальше, что делать? Как захватывать? Только ты не говори Все, все, идет запись Диктор не по годам, так сказать Всем рекомендую сайт Сумка Кабура РФ Здесь вы можете найти множество товаров Можно выбрать по моделям Сумки Кабуры Зипы Тактическое снаряжение Охреншее снаряжение Как вновь к такому жанру Как Бридпоп Если да, то что котируешь из него Блюр или Оазис? Ой, да Ну, Блюр Такое Оазис Хуйня раскрученная Типа, не знаю Там много неплохих групп было В конце 80-х А вот это Группы, которые начали там под Оазис косить Это все говно полное Но там были хорошие представители Под них же косили Мумий Тролль Чичерина Земфира Там же все спизжено оттуда было Из Бридпопа Ну, он же был популярен в 90-х В конце 90-х где-то там В начале 2000-х Вот Ну, Стоун Розес Пиздатая группа Еще там всякие Да много на самом деле Я уже название-то и не помню Также можно выбирать по брендам Есть доставка Доставка курьером по Москве Срочная доставка курьером по Москве Либо самовывоз Адрес и телефон указаны на сайте Вверху сайта Также вы можете сделать обратный звонок Заказать Либо в разделе Доставка и оплата То есть, в общем-то, там указан адрес Также есть Каталог оружия Различные видео Контакты Отзывы Отзывы покупателей Сейчас бы на ютубе за рекламу оружия Блядь Я думаю, стропончику бы канал нахуй снесли То немаловажно, кстати В общем-то, всем рекомендую сайт Сумка Кобура РФ Ссылка будет в описании под этим видео По-моему, лучше и нельзя Ну, да можно, но нормально Нет? Целёмся, блядь, целёмся Под Т-3 мы Под фонтан Блядь, ебоже Блядь Чё это за говно? Аниме какое-то Не, я такое не смотрел Какая-то хуйня Какие-то биопроблемы, блядь О, боже Элис, ту, трес Не, я такое не видел Какая-то хуйня биопроблемная Это для додиков Мы такое не котируем Ты чё? Нам такое не надо Понятно? Взять видос тот, который я записал С рекламкой? Да Ты не выключил микрофон, когда я записывал В каком-то смысле? Чего человек написал? Он написал Ты не выключил микрофон, блядь, пидарас Он был выключен По губам читали, Влад Нас было так Блядь, ты думаешь, я, блядь, не выключил бы микрофон? Откуда? Откуда все это пошло? Откуда? Вот откуда вот этот? Потому что по губам прочитали Блядь, блядь, блядь Откуда ты начинаешь пиздеть? Как губам прочитали Я тебе когда последний раз пиздел? Постоянно нахуй ты пиздишь Ой, блядь Не думал запилить отдельный видос по династии топ-хаты Возможно, в будущем когда-нибудь Либо самовывоз А, блядь, что немаловажно Так, на каком месте я остановился-то? Ты не выключил микрофон, когда я записывал В каком это смысле? Чего человек написал? Как абурра? Он был выключил микрофон, блядь Он был выключен По губам читали, блядь Он был выключен Ты думаешь, я, блядь, не выключил микрофон? Откуда? Откуда все это пошло? Откуда? Вот откуда вот этот? Потому что по губам прочитали По губам прочитали Блядь Чего тебе говорю? Опять начинаешь пиздеть? Я тебе когда последний раз пиздел? Постоянно нахуй ты пиздишь Это ты так думаешь, блядь На самом деле Вон, пожалуйста Я тебе говорил, что с матерью говоришь Ты говоришь Нет, ты с матерью говоришь Да, это факт Это первое Я извиняюсь Правда Так, хорошо Где видос с рекламой? По губам просто люди читают Вот Ну-ка, запихни Так, не надо это Не надо это Так, что это за звук такой? Влад, я не знаю Твой микрофон и грош стена, блядь Блядь, ну ты меня че, блядь, опять наебал, да, сука? Блядь, в каком смысле я тебе наебал? Ну что это такое? Что это за звук? Это, блядь, колонки уебанские Ага И, Влад, кстати ФЛВ че-то, блядь, в Судебегасе не воспроизводится Видишь? Я перетаскиваю, он, блядь, не видит Извини кодек, я еще раз запишу Но ты мне скажи, чтобы не было такого хуевого звука Че сделать-то? Это не хуевый звук, ебать Пошло неуважение Пошло неуважение Из Москвы привез, блядь Где поспать, блядь Держи Я че, зря, блядь, проехал с туком Как мне, блядь, 400 километров, нахуй? Я поспать хочу, блядь, на Убасай эту, блядь Божди, не, не, я проехал Из Москвы, 800 километров Алло База от умного человека, которого больше нет с нами Кто же там такой умный? Мужчина должен жить один Ну да А я, блядь, че проехал, сколько, по-твоему? Ты на машине, я понял Держи, держи Блядь, я купил за 2000 тебе Блядь, какие издеваться Тапсаныч, блядь За 2000, блядь, я здесь поставлю Ты обнимешь его? Гэ, прокатись, деваться Здесь поставлю На пол поставь А, не, не, здесь поставлю Понимаешь, этот карту всегда отменяет злых духов Блядь, я думал, ты охуенно сам пуй Ты есть злые дух, по-нему, ладно Массаж? Закрывайся, Сапсан Смотри, как смотри Не по-доброму, да? Вообще стрелка до доброго Йоу, диджей Йоу, диджей Пойдем пить Пойдем пить, я Пойдем пить Необходи Чего вы там все делаете, блядь Ну, души Заблочат Ярослав, ты заебал, блядь Назвиваются бои Слов Tex Такую же Никуда Да ладно Она не прилипает Ну, люди Virginian MG Куда алфагу не х whales Да Блядь, он прилипнет меня Надо киску няночку Давай, я доцяну ГОУ interview ГОУ еще один покойный миллионер блядь миллионер не по годам помните кто это я не понимаю почему даунидзе не закрыл дверь у него же там замок есть там видно что есть защелку мог защелкнуть эти додики не могли бы к нему зайти они бы не стали дверь ломать в чужой хате что пизды не получить от хозяйки но стропа нет за но умен не по годам разумист он решил терпеть я не могу сейчас конечина я сблю сейчас нет я себя знаю давай короче здорова иди вла идем дальше мы тебя ждем В ладочке мы тебя ждем. Спасибо. Спасибо. Поставьте ближе к краю чуть-чуть. Сейчас я поставлю. Самое главное за лестницу только не цепляйся. За перила, блять. Давай, держу иди садись. Держу, я за тебя буду. Что за перила? Давай, сидись. Да садись. Я сзади где-нибудь сяду нормально. Блять, не избавиться. Он уже говорит, что мы сщепляем. Блять, он сейчас это... Он сейчас убьется нахуй. Головой блять. Блять, сейчас труп будет нахуй. Да вы что сейчас труп будет? Блять, пока... Не будет ни одного ропа. Давай. Куда вы звоните? Вы не туда попали. До свидания, вы не туда попали. Вот так вот русские покоряли так называемую Америку. Что там сейчас? Ролик чижа будет, что ли? Ой, что это такое? Интервью Гребенщикову от Давиду Леттерману. А, это когда Гребенщиков записал альбом Radio Silence. Да, и оно там никому нахуй не нужно было. И группа же развалилась, кстати, после этого. Потому что ни деньги за этот альбом не смогли поделить. Да, карлики. Вот такой момент был. Несчастливый. Смирный. Ну вот и все, я вот так беру, что... Ничего... Влад, живи! Эх, неуважение сплошное. О, вот это я видел тоже. Пока вертолетчик на заработках, а вон футболисты ходят на хату трахаться. Кто такой вообще, а? Тебе как зовут, блядь? Иди присядь на минутку. Идет, блядь, поридж, поридж. Вот он, зумирок. Ты кто вообще? Я тебе руку нахуй потяну, блядь. А чего вы с ним так разговариваете? Потому что, блядь, ты кто вообще? Представь себе, блядь. Я с вами культура разговариваю. Присядь сюда, сюда, присядь, сюда, присядь. Блядь, присядь, что у меня руку не присядет. Нервничает маленькая. Они же думали, что Сима не придет, а он же пришел внезапно. Видите, она втихаря с другим челиком развлекалась. Пиздец просто. То есть Сима случайно их спалил. Вот видите, пока вертолетчик там на заработках, что-то там трудится. Вот она, пожалуйста. Ее дупло разъебывает другой челик вообще. Ну так вот, карлики. Вот она, любовь. Не буду я тебе в руку притягивать. Я не буду присаживаться. Тебя как зовут, блядь? Ты кто вообще? Откуда, блядь? Ну, все равно через МАТ вообще. Да мне похуй, блядь. Ну, мне, значит, тоже не буду вам представляться даже. А что ты здесь делал, блядь? С какого хуя ты тут вообще очутился? Я живу. Зачем? Просто время привести. С какого хуя, блядь? Ну... В наш дом здесь дети живут. Я поняла. Ну, зачем? А у вас что, отель, блядь, нету, блядь? Или там... Ты же бак... Да, у него денег нету на отель. Какой ему отель, блядь? Гадый человек, блядь, футболист, блядь, хуй знает. Ты откуда, блядь, вообще? А какой футболист? Сима думает, если он футболист, то он миллионы зарабатывает. Я думаю, он зарабатывает там, может, дай боже, долларов 800. И то, если они играют еще там стабильно. Ты чьих будешь, блядь, вообще? Ты чьих будешь, блядь? А? Представь себе, блядь, как тебя зовут, блядь? Я вам представлю себе руку притягиваю. Я тебе руку притягивать не буду, блядь, ты понял? Но я так не знакомлюсь, вы понимаете? Не надо со мной так знакомиться. Когда мужик приходит домой, он сначала спрашивает разрешение, блядь. В дом зайти или нет, блядь. Алин, ты не права вообще нихуя, блядь. Честно. И мама расстроена, блядь. Зачем ты так делаешь? Я понимаю. Идите в отель, блядь, идите там, где... Ничем какими не занимались просто. Зачем? В дом зачем приводить человека, блядь? Мужика нахуй это надо, блядь. Здесь дети живут вообще-то. Я понимаю, но... Зачем? Эх, не дали потрахаться Алинке с футболистом. Хотя, я думаю, они успели все-таки распечатать. А может и не успели, хуй знаю. Для чего? У мамы спроси, у меня спроси. Это нам вообще понравится? Нет вообще-то? Я понимаю, я не права, да. Я понимаю. Это нормально вообще? Ты вот скажи. Тебе вот так понравится? Да, просто мультики посмотреть пришел. В эту... Как я ходил в первом классе к своей однокласснице в PlayStation 1 поиграть. Да. Ха-ха-ха-ха. О, были времена карлики, да. Вау. Ха-ха-ха. Просто аниме посмотреть, да. Поставь себя на мое место, бля. Я мужик, блядь, нахуй. Все здесь, блядь, делаю, блядь, да. И че? Алина это дочка Андатры, блядь. Вот это... Кто это, блядь, вообще? А? Я поняла, ладно, все. Хорошего дня, мы пошли. Хуительного дня, блядь. Иди нахуй отсюда, блядь, вообще... Чтоб тебя... Дочь Андатры спит с обеими мужиками. Андатра попустила Донну в переписки. Ветром сдуло, блядь. Футболист хую, блядь. Нахуй пошел, блядь. Забудь дорогу сюда, блядь. Мену меня прикалывает, что футболист нервничал от наездов усатого. Он прям там... Унахуй потянул. Заметно. Заметно очковал. Блин. потому что ты кто присядь сюда присядь сюда не буду не буду представляться это здесь делал с кого ходит и тут вообще очутился зачем с какого хуя бля в на как она нервничает блять потому что это спалили ну прикиньте спалили перед вертолетчиком все она вертолетчик проебан какие денежки с вахты которую он бы тратил на нее а теперь все она идет нахуй вот так вот блять пока вы на вахте там хуярить тем временем будут водить всяких футболистов к себе домой развлекаться playstation 1 играть не только здесь дети живут ну зачем а у вас что отель блять нету бля или там ты же богатый человек для футболистом их узнает откуда вообще ты че муж блять представьте блять как тебя зовут блять я тебе руку протягивать не буду блять не надо со мной так знакомиться когда мужик приходит домой он сначала спрашивает разрешение бля киндорович короче том зайти или нет ли алин ты не права вообще нихуя честно и мама расстроена зачем ты так делаешь идите в отель блять идите там где ничем какими занимались просто зачем вот эта фраза все палит зачем она вообще я сказала мы ничем не занимались тогда значит занимались наоборот ну или хотели хотя я думаю успели они пошпехаться не занимались идите в отель блять идите там где ничем такими не занимались чем таким чем в доту в доту не играли да или чё вы там чем вы позаниматься то хотели или производную изучить или там синус косинус повторить хотели заниматься гиперболы параболы почертить клоунесса блять зачем дом зачем приводить человека блять мужика нахуй то надо здесь дети живут вообще-то зачем для чего у мамы спроси у меня спроси это нам вообще понравится нет вообще-то это нормально вообще-то вот скажи тебе вот так понравится поставь себя на моё место блять я мужика блять на нахуй все здесь для делу сима так горит потому что у него там шкафу вещи лежали там очки дорогие деньги блять всякая там другая мелочь дорогая он видимо ну боялся что типа может что он что-то спиздит там еще чё-то там в этом проблема и чё вот это кто это блять вообще хуительного дня блять иди нахуй отсюда блять чтоб тебя ветром сдуло блять футболист хую блять нахуй пошел блять не ну это пиздец конечно мусор ебаный блять безмозглый но тут видите тут безмозглый скотт его не затащит просто кидаешь его и пусть горит сука блять скотт ватный нахуй ааа сука ебаный педофил нахуй ну видите это скотт ебаный я им что-то говорил они не слушают они стоят лесок формят на биоскотт ебаный нахуй тащи не тащи скотт ебаный безмозглый только отрезание головы поможет последнюю секундочку мысль мелькнет нахуй отрезание головы поможет последнюю секундочку мысль мелькнет нахуй да сима спалив эту алинку лишил петросяниху бабла так сима я смотрел он говорил типа петросяниха сейчас опять пытается на уши присесть вертолетчику типа да давай все нормально там это ничего не было возвращаясь а короче пытаются его типа вернуть на вертолетчик все пошел в отказ короче все алинка идет хуи сосать футбольной команде блять остается без денег с вахты что молчать будет сидеть королев с королевская резня бензопилой алё так педалю чик терпит в полете скажи как реагировать на ситуацию когда девка с которой одно время раньше общался начало постоянно спрашивать нахуй ну ты порыл и ты им что-то говоришь они еще даже не слышат это ебло там начал ныть проигранная кратко проигранная кратко сука ты тебя на сука голову блять сука иди блять сгни гни в земле тварь ебаная твоя жизнь проигранная с которой одно время раньше общался начала постоянно спрашивать у моей мамки когда ее встречает как у меня дела или говорить как она скучает по мне да ты во френд зоне долбоек блять нахуй ты у меня вообще такие дебильные вопросы спрашиваешь ты сам должен понимать что ты лох ты в оленем хороводе все терпи маленький тут только отрезание аля отрезание головы поможет так сказать изначально тратящие спиды вы сверли на твоя жизнь обоссанная была сука проиграна животное ебаная кто научил это животную кнопку откуда этот скот лезет в эту игру нахуй блять сука сидел бы на самом заводике пидарила певцо тянул животное ебаная нахуй наши варики это только рсп ну да те кто не хотят обретать самость идут рсп и ищут себе остаться с Так, и где-то покушение Да, ребят, я дома Вот тут, наверное Присядь, рассказывай О, да Вот оно Жил в РСП, сбежал через полгода В ужасе, никогда больше не свяжусь Буду терпеть до конца Я оттуда не поеду Садись сюда Дальше, что ты хочешь? Просто поговорить Я не хочу говорить Ты кто? Я от Виктории Присядь, рассказывай А зачем? Ты кто такой вообще? Зачем ты пришел? А я не хочу Я сижу, отдыхаю У вас жизнь нормально? Нормально, да, охуитель Алкоголь? Да, нормально все Нам сам нормально разговаривать? Иди нахуй отсюда Дверь закрой, блядь Я тебя переверну, ты что, дурак, что ли? Выйди сюда Давай Давай Да, Сима не напиздел Он ему сейчас даст в челюху Камера снята, блядь Камера снята, блядь Камера снята, блядь Сука, ебаная, блядь Пидарас, блядь Ты понял, блядь? Яхуя Иди нахуй, ёпта Козлина, блядь Иди сюда, блядь Зашел, блядь Когда он зашел, что он сказал? Иди сюда, нахуй, ёпта Пацаны, блядь Не ту, ебанил ему лещана Нож достал Не, ну, блядь Ну, нож, блядь, достал, блядь Да, пошел нахуй, ёпта Да, это, кстати, хуйня, потому что нож достал Конечно Все, его сняли, блядь А? Сняли, конечно И что? Пошел нахуй, ёпта Хуй путала, блядь Ну, это не здравая хуйня, Сима Ну, это какой-то, блядь, был этот коллектор Ну, нож доставать, а он доставал реально нож Но странно, что он один пришел Они обычно ходят по несколько человек По двое, по трое Странно, что это один Что один был Камеры сняли, все Да, 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 пацаны На меня было сегодня покушение, ебаные Покушение? Не, у Сирени тут, блядь, каждый день пиздец И смешно, и не смешно, нихуя Ладно Смешного мало, если че Ну, да, да Не, а че остается, блядь, с этой хуйней Только смеяться, потому что уже в шоке, блядь Мне весело, хик Молодого человека, блядь Да, которого я наняла, блядь Угу И тут же сбежал Второе, то, что ты находишься пьяной С наркоманами Вы там курят Ну, это она, видимо, его припугнуть решила Таким образом Наняла какого-то коллектора, блядь Чтобы его припугнуть слегка Хикон, объясни ему, что это только начало Ну, он, видимо, ее заебал уже То, что он суды, ничего не делает Вот это че-то там Все че-то, яйца крутят Ее, видимо, эта ситуация заебала уже Она Я не удивлюсь, если она еще каких-то там наймет, чтоб следили за ним, там ходили Ну, в общем, будет с ума сводить его Вполне может быть такая хуйня, что она Устроит ему настоящую маслочизацию Ад на земле, так сказать Вот такие коллекторы к нему каждый день будут ходить его заебывать Но это вполне можно организовать Риме И все закончится тем, что Сима сам и все отпишет, блядь И все Вот так людей доводят, блядь, что они отказываются вообще от любых там Ну, помните, как в GTA Vice City была миссия Типа свидетелей напугать, там машины им разбить Вот это из той же серии, как бы Алло Устроить топ-терпение Да, будет просто заебывать Вот так с ума сводить Каких-то подсылать бандитов там Чтобы его пугали И через время это ему просто надоест Он сам и все отдаст просто И все Все к этому подводится Это же Психологический прессинг Моральный прессинг Симе нужно добиваться политубежища в Черногории По мотиву угрозы жизни Создавать канал из Москвы в Котор Жизнь с нуля Мне кажется, он не затерпит Но у него один вариант Это нанимать адвокатов Обращаться в полицию Что какие-то люди с ножами к нему ходят И так далее И в ответку начинать Все Делать А он же вместо этого в Черногорию летит Пиво пьет Типа Ну я говорю, он проебет все Он Алло Черногорию точно не получит А по поводу остальных Не знаю Либо студия, либо квартира Не знаю, что он получит Но Черногория точно мимо В смысле во френдзоне Я же с ней не встречался вообще Как Сигма Себя с ней вел Когда в Москву уехал Да блять Алло Когда В Москву уехал Из друзей ВК удалил А потом вот такое Почелось Ну просто Калибрует тебя Там Типа Успокойся Ты там в оленем хороводе Просто находишься Он еще на стриме ушел На 20 минут Вернулся Все глаза красные Ведет себя странно Он похоже Покуривает Не то что можно Может быть Он же с Линком тусит А Линк Он же Лукашинскими Упарывается Время от времени Может тоже сидит на чем-то Да Жизнь прожил Опыт имеет Нет Я просто знаю Как у людей Имущество отжимают Вот так Я жизнь-то не прожил Просто я смотрю На Симу Я знаю Что когда у тебя пытаются Ну когда идет Дележка имущества Надо включаться В этот процесс А не пиво пить Вот и все Если ты в него Не включаешься Тебе все отнимут Это ты можешь У любого человека Спросить Который разводился Тебе он это скажет Что блять Надо Нанимать адвокатов Заниматься Бумажками Блять А не В Черногорию Летать И обоссылаться В сочах Вот и все Если ты таким занимаешься Тебя заберут Все вообще Ну все идет к этому Как бы Вот и по Нарушению налицо И плюс еще Посторонние люди На моей территории Которые я оплачиваю Я оплачиваю ТСЖ И всю коммуналку Так что Без моего ведома Я тебя просила И не курить И не приглашать Этих всех Посторонних людей Я даже их Не хочу называть Непонятно кто Поэтому Имею ввиду Что первое Напишут заявление По приезду Это я Ну к сенке Дона Симона поставит Да Все понятно Все понятно Дон Симон Ну и еще раз Как говорится Если драка неизбежна Надо писать заявление Первое Да Дон Симон Сейчас я эту хуйню Услышал Стоп Я блядь Сидитель Сам берегу Дон Симон Это явка с повинной Это явка с повинной Пишите заявление На тебя с ножом Напали Пишите заявление Дон Симон А так Останетесь Без мущества Без трусов Он думает Что оно Как нибудь Само решится Типа Перемелется Там Он надеется На авось Короче Думает Что ну Как нибудь Типа Там Размутится Че нибудь Да будет Вот все Ему лень Это все Адвокаты Это все Волоки Та блять Деньги Еще тратить На них Там Кучу денег Женого Эти все Имущественные Споры Блять Это надолго А если еще За Черногорию Судиться То Ему 24 на 7 Стримить Надо будет Чтобы зарабатывать На адвокатов Европейских Поэтому Печально Все будет Я думаю Концовка Будет печально На самом деле Вначале Потом Я приеду Или первое То что Напишу заявление То что Вы проник Мою собственность Квартиру Без разрешения То что Было С посторонними Людьми Я еще не знаю Что там пропало Или что Вы там Разбили У меня Это первое То что Будет написано Заявление Это в нетрезвом виде Охрана подтверждит Это Потом То что Ты находишь На состоронними Людьми На моей территории Это 50% Моей собственности Камера покажет Что ты первый Ударил этого Молодого человека Первый И тут же сбежал Второе То что Ты находишься пьяный С наркоманами Если бы он написал заяву Он бы не уехал В Черногорию Ему бы Надо было Ближайшую неделю Но ближайшие Несколько дней Точно В Москве Сидеть Потому что Начали бы Искать Этого чувака Его допрашивать Допрашивать Симу Но это все Волокита Он это я думаю Знает Он поэтому Не написал Потому что Пришлось бы Сидеть еще Неделю В Москве Терпеть Охранники На студию Нехать Опускают И спрашивают Его в трезвом Ли он состоянии Грозят ментами Давит Викуся Давит 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 Так я говорю Вот людей Вот так и лишают Имущество И вообще Возможностей С ума Сводят И давят Со всех сторон Людей с ножами Подсылают Портят Жизнь Там колеса Могут Машине пробить Там окна Разбить В квартире Ну Краской двери Обливать Да что угодно Вообще Таким образом Заставляют Принять условия Вот и все А Викуля Давит И хочет Того Чтобы Сима Не судился Вообще Ну Она видимо Думает Что он Может быть Все таки Соберется Там И будет С ней судиться Ну Я сомневаюсь Он просто Время тянет Типа Думает Оно само Размутится Как-то Но она Она Видите Начала действовать На опережение Начала действовать На опережение Вот и все Ну Так-то Правильно Ее тоже Это Заебало Тягомотина Сразу Видно Что не сам Заработал Я за каждый Доллар Ебу Ну Да Там же Владельцем Значится Викуля Везде Насколько Я знаю Там Все на веку Все записано В итоге Этого мужика Поймали Заказные Якобы Упекли В психушку Где он Никому Неизвестно До сих пор Собственность Попилили Знакомые Бабы Сговорились И так Посадили Мужика Тоже Не хотели Расходиться Нормально В итоге Мужика Поймали Заказные Якобы Упекли В психушку Где он До сих пор Собственность Попилили Ну Вот Еще один Способ Это признать Невменяемым Недееспособным Недееспособный Человек Не может Распоряжаться Имуществом Вот Так у людей Квартиры Отжимают У стариков Особенно Находят Какую-то Бабку С Альцгеймером Там Или С Паркинсоном И все Привозят Заказных Санитаров Делают Экспертизу И все Там Признают Шизичкой Там Или еще Чего-нибудь И все Недееспособный Не может Распоряжаться Имуществом Все Переписывают Накачивают Какими-то Веществами Едут К нотариусу Она все Переписывает Делает Там Завещание И все Да Вот так Людей Без трусов Оставляют Вообще На изи Старые Схемы Блядь Дедовские Поэтому Лучше Бутинселом Поэтому Лучше Блядь Все имущество Записывать На бабушку Блядь Или на дедушку И не жениться Ни на ком Вообще Чтоб даже Пискнуть Не могли Блядь Что ты там Что-то Должен отдавать Правда Я слышал Все-таки Могут Что-то Там На детей Даже Если Вы не Были В браке На детей Что-то Там Могут С тебя Стребовать Но Тут Надо Хороший Адвокат Чтобы Нахуй Послать Просто Даже Если Типа Имущество Не на тебя Записано Или Там Не на жену То Могут Все равно Типа С тебя Стребовать Что-то Там Ну Тут Тут Уже Квартирные Войны Дедовские Способы На этих же Дедах И юзают Второе Это заключение Подстрашу Потому что Очень много Административных Замечаний Нарушения Налицо И плюс Посторонние люди На моей территории Которые я Оплачиваю Я оплачиваю ДСЖ И всю Коммуналку Так что Без моего ведома Я тебя просила И не курить И не приглашать Этих Всех Посторонних Людей Я даже Хребли Не хочу Называть Непонятно Кто Поэтому Имей в виду Что Первое Напишу Заявление По приезду Это я К Сенке Дона Симона Поставить Все Понятно Да Вот так Вот видите Всю Симы Жизнь Сломалась Поэтому Не ебитесь Со всякими Петросянихами На отдыхе Без резинки Карлики Не надо Потому что Потом Будете Страдать Дети Первую Очередь На наследство Но это При смерти Да Но Типа Там Даже Если Вы не Были Расписаны Но Дети Твои То Типа Могут С тебя Там Стребовать Какую-то Часть Имущества На Детей Типа Могут При рождении Ребенка Ему по закону Доля в хате Положена Ну вот Вот Но это все Через суд Там Можно Оспаривать Но это Кучу денег Надо Тратить Чтобы Это все В смысле Во френдзоне А Нет Стоп Что это Такое Ебаный Донейшн Опять С ума Сошел Мылся Супом Это Видел Так Стоять Окей Алина Практически Месяц Скакала На Футболисте Блядь Вот так Вот Карлики А на Вас Кто Скачет Хоть Кто Нибудь Или Что Нибудь Может Блоки По Вам Скачут Там Или Чесоточные Клещи Там Ползают По Вам Хоть Что Нибудь Есть Клопу 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 Да Карлики Делает Блядь У нас У карликов Судьба Такая Давление Скачет Иногда И боли В сраке После Операции Ну Геморрой Это Дело Такое Да Серьезно Лучше Не Запускать Ну Тот Кто Терпит Выживает Потерпим Маленькие Все Вытерпим Блядь Не Придем К Нирване Никакие Преграды Нам Не Страшны Так Надо Взять Что Ни Пожрать Карлики Ой 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас точно авторка будет. Субтитры сделал DimaTorzok Police, I did nothing. Музыка 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 Вот смотрите, все женятся. Вот опять поженились. Вот посмотрим, думаю, сегодня еще вот этот ролик про свадьбу. Все свадьбы устраивают. Так, карлик только с правой рукой может свадьбу устроить. Ну, это, на мой взгляд, даже лучше. По крайней мере, никто на вас потом людей с ножами не будет подсылать. Не правда ли? Это ли не то, ради чего мы живем? Гуманизм, добро. А не вот это вот все. Только хватательные рефлексы и терпение сплошное. А на людях все хорошие, тихие, культурные. Ну, какие они просто, ну, ну, паинька. И это не холостяка, а комплекс. Каким должен быть человек? Нормальный человек должен жить один. Когда колхоз, когда эти бегают дети, жена, там, родственники. Коммуната нас погубила. Вы стонете все время нам что-то рассказывать? Женщины? Вам плохие попадались. Почему не попадались? У меня всего одна. Не там ищите, да. Даже здесь вот это, вот это дебильное. Вы не с теми общаетесь. Или не там ищите. Это вот любимая бабская фраза. Далеко от меня живет. Я ее и тещу выдержал только три года, не больше. Теща, это страшно. Как и я, понимал свекровь. Я приподнимаю, что ей тоже было тяжело с матерью и мужем. Ну, поэтому жить раздельно, раздельно, раздельно всем. Из-за этого все проблемы. То есть на расстоянии и родственники хорошие, и жена хорошая, и муж. Но если вместе в одну квартиру, то дурдом. Вспоминаю я. Так-так, мы спим на такте, да? Я у жены жил. И узко спать. Ну, что, ворочаешься невозможно. Давай расширим немножко. Чуть сдвинем, а там что-то положено. Сейчас с меня сбежал, сейчас надо давать советы. Значит, мне нужны все. Здесь пришел, давайте варись вот так, вот сюда, вот туда. Ну, что делать? Я хочу переодеться, дверь закрыл, блядь. Теща ходит злая, что он дверь закрывает? Ну, что нужно перед вас переодеваться? Ну, дикость такая, ну, дикость. Ну, что за жизнь такая? Это все они делают. Загнали их всех. Это же уничтожается. На 10 лет живут меньше. И на 10 миллионов меньше мужчин в России. Русские, российские женщины загнали в могилу 10 миллионов мужчин. Этого Гитлер не сделал. Этого Ельцин не сделал. Дома вы загонять, дома вы чуть-чуть, чуть-чуть. И так сделал. Туда пошел. Мало денег. Не то одел. Не тот костюм. Не тот цвет. Купи, продай, сходи. Где? Во-во-во-во. Да, корольки? Вот это вас ждет. Для тех, кто там что-то собирается. Если правильно расположить правую руку в пространстве, за тобой. Главное терпелоида Озона. Я говорил, 30 тысяч еще жду. Перевод. Тогда будет ролик. За меньшее я не собираюсь. Даже пальцем не пошевелю. Сапоги, косметика, завезли, не завезли. Моды, театр. И пошло, и поехало. И они всех погубили. Тесть умер, теща жива. Все, все сдохнут. Они будут жить. И моя жена, и теща. И все будут жить. А все мужики на кладбище. На кладбище, на кладбище. А все по-хорошему. Интеллигентная семья, все хорошо. Но она от тестя наживала мою тещу. Дурень каждый день пять раз. Дурень. Ты дурень. Ты дурень. А так он капитан первого ранга. Все, под козырек, все. Но дома-то я слышал, как они называли? Дурень. 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 Это любой с ума сойдет. Алло. Никак. Попробуй их назови. Никак называют. Все, близко нет даже. Однажды что-то там не так сказали. Привет, маленький. Как поживаешь, что хаваешь сейчас? Йогурт. Сколько сейчас весишь к 100? Ну, 140 на 140. И во что на плойке гоняешь последние? А, нет. 150 на 140. Я теперь овальный овал. Надо переименовываться. Не круг, а овал. Так. На что гоняешь? Ну, Last of Us. Red Dead Redemption. Да многого что. Вот вчера предзагрузка была Last of Us ремастер, например. О, не ремастер, а ремейк. Все, блин, все. Под тетринок, под фонтан. Блин, ебоже мой. Ремейк. Я вот сейчас пью пиво с фисташками. После буду в годовар на харде тратить. Вот. А, еще вот я Hellblade играю. Но на компьютере. И, кстати говоря, вот опять чудеса. На винде у меня Steam версия с лагами работала. С лагами еле-еле в 50 кадров там было. 50-55. Вот здесь же с протоном у меня идет она в 65-70 кадров. Иногда даже 80 бывает. Чудеса какие-то, я не знаю. Казалось бы, игры должны лучше на винде работать, а не на костыле под названием Proton. Но у меня почему-то вот так происходит, карлики. Не знаю. Может быть, я особенный. У меня какие-то, так сказать... Может, не те драйвера встают? Так... Мне буквально позавчера MILF... Так, сейчас, секунду. Так, 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 так... Алло! Бля, Donation что-то вообще кошмарку... Так, так, шпилами голову нахуй отпилить, сука, для скоту. Только медленно. Спасибо. Кланяемся, маленький. Мне буквально позавчера MILF говорила, что не там ищите. Я даже не стал спорить, уже нет сил. Да-да-да-да. Да, это же типичная вот эта бабская хуйня. Типа, ой... Где вы ищите? Вы не там ищите. Вы, наверное, где-то в клубах ищите там. А надо вот там-то. Да-да-да. Не там ищите. И вам такие попадались. Это вот типичнейшие бабские выражения, блядь. Когда вот это слышишь, хочется просто нахуй послать и всё. Сука, шпилами голову нахуй отпилить, сука, для скоту. Только медленно. Так, по второму кругу. Кирюха, здорово. 300к на насеке на месте. 300к на насеке очень довольны видосом. Ждём вторую часть. Большое спасибо. Бля, прикинь, тут со мной казус недавно случился. Пару-тройку дней назад Ларин стримил. Я, короче, к нему на стрим залетел. Суммарно итерациями по 1000 рублей я ему надонатил. Шесть штук. И в один прекрасный момент, я не помню, я просто был под джином, под пивасным. Вот. Я, короче, как-то его оскорбил. То ли тупым назвал, то ли чё в последнем донате. Он, короче, залупился и отключил голосовухи. И больше от меня их не принимает. Мне стыдно, пиздец. Чё делать? Извиняться или нахуй. Не нравится Димону, что его за деньги оскорбляют. А как же сетап панчлайна? Как же комики? Комики, они же похуисты. Типа им похуй, когда их оскорбляют. Чё он загорелся-то? Ну, это очередное доказательство того, что Лагин ни хуя не... Никакой не комик, не новатах. И никогда им не был. Имеет право ограничивать свободу других людей. Имеет право. Потому что это его канал. Но я это не понимаю. То есть, типа, когда тебя за деньги оскорбляют. Пусть даже оскорбляют. Да какая нахуй разница вообще? Я так считаю. Типа, блядь, себе же хуже делает Додик. А вторая часть, я думаю, будет и третья часть. Я думаю, возможно, даже три части сделаю. Сейчас следующий ролик... Целёмся, блядь, целёмся. Под Т-3, под фонтан, блядь, ебоже. Сейчас будет ещё, я думаю, один вот этот про шкиву. А потом уже... Так сказать, займусь в джелинком. Ну, это я так думаю. Может, одна всего будет ещё. Может, две. Посмотрим. Притом, если... Том, если сам нашёл её в притоне. Не понял. В смысле нашёл в притоне. Или это к тому, что разницы нет, где искать, что притонешь, что в баре каком-то. Да это хуйня. Вот эти, блядь, дебильные аргументы, блядь, то, что вы не там ищите, это тупизм полнейший. Ведь большинство людей знакомятся где? По месту привязки. Либо работа, либо учёба, либо какие-то клубы по интересам, куда они ходят. Какие-то тренировки, там, йоги, шмоги, бассейны. Вот. Поэтому вот эти сказки, блядь, не там ищите. Это для инфантилов, которые там начитались каких-нибудь гомосексуалистов, типа Шекспира. И верят во всю эту ересь, блядь. Из книжек и биопроблемных анимешек. Пожалуйста, пусть верят. Возможно, даже с розовыми очками жить и лучше, чем вот так, как я, который, в принципе, всё это видит насквозь и понимает. Возможно, тем, кто знает, меньше им и проще как-то в этом всём. Скорее всего, это так и есть. Потому что, когда ты вот это всё понимаешь, ну, как-то становится так... Сначала не по себе, а потом как-то просто похуй становится. Я нашёл её в библиотеке, она в ней часто зависала. А чё? В интернетах мужиков из... Чего? У меня была девушка, любила её безумно. Гуляли с ней, в кино ходили. Мне было 16-19. Со временем узнал, что её пёрли все мужики соседей в её доме с малых лет. Помимо этого, она ещё в интернетах мужиков искала её анкеты, находила и ужасалась. Любимая её поза в описаниях её анкет Доги Станил. Нашёл в библиотеке, блядь. О, боже, блядь. О, каё твою мать. В кино ходили, блядь. Пиздец. Все мужики пёрли, блядь. Зал. Я взял лыжную палку, как долбанул по полу. Она обиделась. А чё обижаться-то? Ну не стойте около меня. Вы видите, я не хочу вас слышать и видеть. Трёхкомнатная квартира уже. Уже не тёща. Всё. И всё равно вот надо бубнить, бубнить, бубнить. Даже голос возражает. Как можно громко разговаривать? Женщины громко разговаривают. Ну нельзя. Должен быть ниже на тон мужчины обязательно. Обязательно ниже. Она громко всё. Тут ты тренинг. И не смотрит на человека, не понимает, что он уже не хочет слышать её. Она продолжает говорить, говорить. Вот что самое страшное. Я к тому, что тёлка мне сказала, что я не там ищу, при том, что она была просто блядью. А, она была из этого, из шалмана. Как он называется-то, блядь? Дон терпимости. Ну да, 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 да. Да, 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 да. Ну, блядь. У них это прошивочка, понимаешь? Это прошивочка. И у всех будут одни и те же ответы. Хоть она и из публичного дома, или она учительница, или она кандидат наук, у них у всех одни и те же аргументы. Если что-то зафейлилось у тебя, тебе скажут, не там ищешь, или не с теми общаешься. Тебе такие попадаются. Ну, всё. Других аргументов нет. Я сразу прошу прощения за неправильное произношение вашего имени. Можете произнести его для меня? Вы имеете в виду на английском? Да, на английском. У вас получилось точнее, чем у меня. Это отличная вещь. Да, это круто. Этот альбом, он записан в России или в Америке? Он записывался в Соединённых Штатах и вообще повсюду. В Монреале, Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Вы поедете в тур с этим альбомом по всему миру? Мы начнём тур 27 июля. Это будет тур по Америке? Сначала по Штатам, а потом поедем в Европу. Русские знают, что тут? Для них это секрет. Просто секрет. Какую американскую рок-группу вы услышали впервые, когда были ещё ребёнком? Американскую? Ну или из любой другой страны. Я думаю, это были Битлз, поющие... На немецком. А где вы их услышали? На радио Голос Америки. Голос Америки. Вы много зарабатываете на музыке? Это вас беспокоит, потому что, как вы знаете, в США или других странах успешные рок-музыканты зарабатывают огромные суммы. Не поэтому ли рок-н-ролл тут такой скучный? Ну... Но это так. Зато он дико популярен во всём мире. Ох уж эти отголоски перестройки. Какие у вас сейчас планы? Я имею в виду, вы не можете зарабатывать или можете... Как мне секс-менеджерка поясняла за любовь, мол, если я настоящая, то вы не расстанетесь. Да, да, да. Как это работает? Если честно, я не очень знаю. На что вы потратите деньги, которые заработаете с концертов? Я думаю, мы потеряем на концертах. Правда? Мне нужно будет поговорить с тобой после шоу. В любом случае, было приятно познакомиться. Я желаю, чтобы ваш тур прошёл с большим успехом. Спасибо, что пришли в гости. Парис Гребенщиков. Далее будет песня «Радио Сайланс». В исполнении Гребенщикова ролик озвучил Климин Сидоренко. «Радио Сайланс» Свинка вспоминает былые времена. Свинка. Здорово, а ты как-то упоминал, что будет ролик про красную таблетку? Стоит ждать, будешь делать. Не про красную, а про чёрную. Про Блэкпил. Про Блэкпил будет, я думаю, в сентябре. Хотя, учитывая темпы производства и то, что я хочу про Ваджелинка ещё сделать видосы. Не знаю. Может быть, в октябре. Ну, будет в любом случае. Будет. Будет. Там просто ролик надо перезаписать, так сказать. Он уже готов. Но не в моём исполнении, а в исполнении Карлика, который перевёл англоязычный ролик про Блэкпил на русский. Мне его просто надо переозвучить. Мне всё, как-то руки не доходят. Не то, что не доходят, я сказал, что пусть пройдёт лето, пусть карлики объебутся в Тиндерах. И тогда я запишу его. Я хотел летом ещё записать, но потом думаю, не-не-не, рано, рано, рано. Надо, чтобы карлики смотрели уже с осознанием. Ну, хоть некоторые. Чтобы их поводили в кафешки, на техноблядки куда-то там. Кого-то в кино, кого-то там в аквапарк. Я не знаю, куда там сейчас ходят. Повиджи на свиданки. Ну, не важно. Вот, чтобы походили, порасстраивались. И уже с осознанием смотрели этот видос, так сказать. Про все таблетки. Да смысл. Для начала начнём с Blackpill, а там посмотрим. Переменчиковый голос, какого количества дипешмот. Да нет, ты чё, даже близко нет. Не-не-не-не-не-не. Я на дипешмот на концертах два раза был. Я слышал вживую, и там, ты чё, даже близко нет. Абсолютно. Чтобы смотрели через призму терпения, да. Их либо добьёт, либо сделает сильнее. Ну, да, 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 да. Ну, некоторые просто, я же говорю, слишком на этом всём зацикливаются. Вот как те люди, которые в чате, в ТГ, только про биопроблемы общались. То есть, это вот типичные представители. А слушай, а что тебе Наташа писала, или звонила, писала, или тебе звонила Наташа? Она звонила, я не подходил, это самое. Ну, вот они ушли, там всё, я их выгнал. Да. Мне нет. Ну, писала там всякую оскорбление, там, как обычно, блядь. Ничего. Наташа? Наташа? Ничего нового, да. Ага. А слушай, а что она тебе писала, какие оскорбления? Ну, расскажи хоть, Серёж. Ну, что я не мужик, блядь, что я тебе позвонил. А я считаю, что ты должен быть в курсе, блядь, этой всей хуйни. Да. Так, погоди секунду. Так, что получается, Наташа была в курсе, да? Вот, вот, вот здесь самый, блядь, вот этот сок, блядь, понимаешь? Я не в курсе, понимаешь? Я пришёл неожиданно. Они не думали, что я приду, а я пришёл, блядь, домой. А через месяц? Нет. Ну, хотел помыться, там, побриться, блядь, там, не знаю. Смотрю, тут, блядь, эти деды стоят, 45-го размера, блядь, там, ещё чё-то такое. Ну, я понял, блядь, что-то нихуя хорошего нету. Я его стуканул, блядь, я говорю, нахуй, у вас 5 минут на выход, блядь. Ну, они правда собрались, блядь, съебались, да. Сука, шпилами колол, блядь, блядь. Короче, в моём мнении, шли, нахуй, эту всю шайку нету. Блядь, ты богатый человек, блядь. Ну, правильно, Сима всё сделал, правильно, что рассказал, а чё, блядь, с рогами ходить? Супер поросёнок. С рогами, что ли, ходить? Спасибо. Кланяемся. Да, Кирилл, большое тебе спасибо. Я тебя просил за 30 плюс минут ролик, ты записал ещё и больше, со второй частью, даже ещё с третьей. Большое спасибо. Вот, по поводу Ларина, у него стрим назывался типа Дисна Стаса, первый мой донат был, типа, там, ты вывезешь вообще этот конфликт и прочее. И в один прекрасный момент, там, на третьем, на четвёртом донате, я ему сказал, я говорю, ну, поскольку вы, Дмитрий, нахуй никому не нужны, добро пожаловать в нижний интернет, типа, купаемся, все дела. Вот, он там отшутился, короче, как-то беспонтово. Но, тем не менее, у нас там карлики были тоже от аудиоэрвэ, там тоже вопросы задавали, я орал, конечно, с чата. Но, тем не менее, было очень весело. Такая хуйня. Ну, Димон не хочет в нижний интернет, понимаешь, он всё ещё, я думаю, мнит себя верхним, понимаешь, после этих, Версусов там и так далее. Целёмся, блин, целёмся, под Т-3, под Фантам, блин, боже мой. Он не хочет, он хочет вот с верхними конфликтовать, там, с Соболевым, как просто, там, на всех наезжать. Но, у него вот, можно, давайте даже глянем, что там по просмотрам. У него просмотры же, по-моему, как у меня, примерно. Ну, может быть, чуть-чуть там выше, чуть-чуть. Ну, 2 миллиона подписчиков. О, ну вот, наезд, да, 140 тысяч, ну, нормально. Смерть, 30 тысяч 2 дня назад, плохо. Вкусная точка, 72 тысячи за месяц, это мало. Даже у меня больше просмотров набирается. Борщевик, спецоперация. Такой-то его, короткометражка. Как распознать маньяка? 2 месяца назад, 58 тысяч. У Даши Каплан нет сердца. 130 тысяч. В Путина тычут иголками, 54 тысячи. Ну, слабо, слабо. У него просмотры за последние полгода даже ниже, чем у меня, на самом деле. Ну, вот это, вот этот ролик набрал, ну, потому что кайповая тема, да. Всё остальное. Ну, Никоглай. Про Никоглая тогда записывали многие. А так, ну... Не хочет, не хочет Дима в нижнее. Ну, он уже в нём находится. Как бы, 30 тысяч за 2 дня, это уже всё. Это уже определённый звоночек. Даже не звоночек, а колокол. Ключи и Сноугуд для карликов. Я даже не буду включать, за них авторка прилетит моментально. Нет. Нет. Западная группа вообще лучше не включать, чтобы проблем не было. Мне стрим оффнут сразу же. Могу что-нибудь другое включить. Что-нибудь такое. Отечественное, терпильное. Он в прошлом месяце Стаса на Версус вызывал. Дим, он ещё живёт в 16-17-м годах, когда был популярен Версус. Ой, да это смешно, блядь. Ему надо было вот когда... Я как просто там вбрасывал, что он там веществами торгует и так далее. Вот тогда надо было. Когда у Димы там ещё были какие-то просмотры, какое-то внимание. Тогда надо было пытаться что-то там как-то вывести его на конфликт. А сейчас, когда у него просмотры, как у меня. Ну, такое, блядь. Я не знаю. Добро пожаловать на китайские посидиоки. Меня зовут Мунхи. Меня давно интересует этот вопрос. Почему в России, в менстримовой культуре... Это всё равно, что я запишу там видос, типа давайте там, например, я не знаю, какой-нибудь... H3, H3, знаете, американские эти блогеры, которые ещё подкасты ведут. Вот на них запишу, типа давайте со мной на Версус, блядь. Ну, это точно так же будет выглядеть, типа, ну, тупизм полнейший. Так мало встречаются андрогенные мужчины. Ведь они в Китае примерно 10 лет назад уже бросили вызов традиционным стандартам мужской красоты. Смуклая кожа, массивное квадратное лицо, густые брови уходят в прошлое. Китаянки фанатеют уже такие... Понятно, значит, это диалоги о том, чтобы жить в мире одному. Но давай я буду ждать всё равно, я никого не хочу, ничего не желаю купить. Сборник Аркадий и Борис Стругацкий на 1243 странице. Да, да, карлик. Пусть все будут счастливы, никто не уйдёт обиженным, так в жизни не бывает. Вот это правда жизни. Таких сладких юношей, у кого белоснежная кожа, тонкие черты лица и более женственный стиль поведения. Конечно, сейчас я в Китае тоже модно накачаю свое тело, только красивые, накачанные в вашем понимании, наверное, выглядят вот так. А для китайцев примерно так. Перепорщичный уже страшная, мускулистая лякушка. И самое важное, при 8 кубиках пресса лицо всё равно должно остаться милым. С 2016 до 2019 годовой рост китайского рынка косметики и ухода за лицом для мужчин в среднем составлял 13... Как тебе слив старого видоса, где хрюканчик заставляет за донаты Таджиси и Багунов говно есть? А теперь такой правильный мальчик начитанный Карликов учит. Я не видел, но если такое есть, то я против такого. Значит, надо ему вопросы задавать о таких роликах. Зачем он в трэш-стримах участвовал? Я, например, не участвовал в трэш-стримах и не собираюсь. Да, вызывай на версус продюсера Ивно, попроси Рики Ф написать тебе текст. Ай, блядь, да. С половиной процентов, что лидирует во всём мире. А в 2020 году во время препродаж перед днём холостяков, ну это как у вас чёрная пятница, объём протажа мужской косметики по сравнению с предыдущим году вырос аж в 30 раз. Покупают больше всего фондейшн, губные помады, карандаш для бровей, тушь для ресниц и ещё севоротку для роста ресниц. Но мы тут и сосредоточимся на деталях. А по сравнению с макияжем более эффективный способ для изменения внешности, это, конечно, пластическая операция. В 2020 году из людей, кто сделал себе пластическую операцию в Китае, мужчины составляли уже 30%. А в возрасте от... Да потому что там недостаток тёлок, как бы. Я уже говорил, что там 40 миллионов геев, но ещё раз повторю, если кто не в курсе. Да, и там катастрофическая нехватка баб, там... Я думаю, у них ещё хуже всё в плане терпения и самости. Там карлики терпят вообще вовсю. От девяностого до двадцать двух мужчины даже преобладали. Чаще всего ходят набираться в операцию. Под тетринок, под фонтан, блядь, боже, блядь. Эмм, так. Продолжаем, нахуй. Так, тогда включи. Ага. Ну давай. Присадки волос, увеличению глаз и изменению контура лица. Ну, удаляю части гостей, чтобы лицо стало и меньше по размеру, и мягче очерчено. Высокие скулы и широкая челюсть теперь и для мужчин некрасивые. В одном из предыдущих видео я вам рассказывала о таких стандартах красоты в Китае для девушек, как... И тогда я очень злилась на такие стандарты и считала их покрытием для педофилического расстройства. Но сейчас у меня злости стало гораздо меньше, поскольку я поняла, что если любят детей, то и не только девочек, но и мальчиков. Справедливо же. Я думаю, это чисто азиатская тема, когда фанатеют от круп несовершеннолетних мальчиков, которые кроме внешности особым талантом-то и не оплатают. Такую фан-культуру обычно объясняют тем, что когда фанаты полностью участвуют в процессе, когда их айдол из маленького обыкновенного мальчика растет в суперзвезду, вот эта связь между фанатами и айдолом будет гораздо теснее. Но я чё-то не верю, что они испытывают к этим мальчикам только материнскую любовь. Многие девушки не только фанатеют таких мальчиков, но ищут именно такой тип парней в реальной жизни, как вторую половинку, так называемых щенков. Старуха мучая тут уже. Ой, пиздец. Алло. Алло. Да, блядь, чё происходит нахуй? Сука, шпилами голого нахуй отпилить, сука, для скоту, только медленно. Как думаешь, Натрашка имела половую связь с вертолётчиком? Ну, я думаю, да. Мне кажется, да. Привет, пытаюсь вкатиться в ютаба на видеоагровую тематику. Блядь, 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 блядь. Есть видик на пять минут по культ of the lamp с мемами. Зайдёт ли сюда такое напоглядеть или не стоит? Спасибо за контент. Лучше не надо, тебе дизлайков понаставят и затерпишься ещё сильнее. Тут не любят, когда карлики кидают что-то пиарить своё начинающее. Карликом точно зайдёт литературу в массу. Буковский. Давайте прям... Ой, да Буковский это тоже, блядь, балаболу, типа Симонова. Так. Ну, да, там на самом деле... Да, всё печально. На самом деле я, Диме, ничего против не был. Просто во мне было так много джина. Вот. Ну, он такой милый на стриме был. Ну, сука, у него, блядь, прикинь, тысяча рублей, блядь, стоит 20 секунд голосовухи, блядь. Обидненько. Ну, ладно, похуй им. Давайте, карлики, продолжим, короче, ситуацию. Давай, Кирюх, четыре темы на ролик и с меня донат 10 тысяч. Пускай ребята в чате голосуют. Я пойду пивка возьму. Вот, да, кстати, чату всем привет. Здорово. Я там видал чувака, который был на том стриме. Привет. Бля, ну я даже не знаю, какие четыре темы. Ну, блядь, карлики, пишите. Ну, про Озона я за 10 тысяч точно делать не буду. Я уже говорил. Ну, что хотите? Ну, про Чакелу, наверное, хотят. Я так думаю. Про Чакелу или ещё про кого-нибудь. Хуй знает. Ну, пишите. Я не знаю, потому что у меня мыслей из-за каких-то платных персонажей-то и нет. Про Блэкпилл. Да про Блэкпилл я бесплатно делать собирался. Мир АХС нет. А на страйке нет. Это бесполезно вообще. Про Евуэлфи. Да какой смысл? Чакелу. Чакелу. Голосование. Про Максима Доши. Чакелу. Сакрамар. Огр и Шашек. Сакрамар. Про себя. Про аниме. Внук Елькина. Про все таблетки. Ай, как просто. Про аниме. Арина ГП. Про габлача. Адреса Чака. Про вертолётчика. Гоблин. Так, ну давайте сделаем голосование. Давайте я сделаю. Значит. Ой, я не то сделал. Сейчас сделаем. Значит, давайте. Гоблин. Ну, допустим. Доши. Потом. Кто ещё? Про Навального нет. Навального я говорил. Минимум тридцатка тоже. Мало. За 10 тысяч мало. Алло. Там по-хорошему 1050 надо брать вообще. Потому что слишком много там надо информации копать. Вспоминать. Так. Таблетки. Про как просто. У меня есть уже ролик. Он скрытый, правда. Но я уже делал. Неинтересно. Так. Гоблин. Доши. Таблетки. А, Чакелла. Давайте. Чакелла. Чакелла. Воронов нет. Неинтересно абсолютно. Макеев. Ван Джапан. Самость. Абдулли. Типедия. Про Типедию есть уже ролик. Про Типедию уже был ролик. Алерт тормозит что-то. Не работает, блядь. Про этого челика в маске. Какего там Сакрамар. Я не вижу смысла делать. Я даже хуй знает кто это такой. Кроме того, что это какой-то там. Этот. Друг. Маргинала. А. Еще он Кузьма-свиню хуй сосил. Типа. Нахуй надо. Лучше про Чакеллу там. Или про Гоблина. Не знаю. Давай про Окси. Трапы. Наркота. Еще что-то наруешь. Ой, я. Блядь. Не, не хочу этого. Ахимарона не хочу. Дёрти Монг. Дёрти Монг. А никто не знает. Это будет как с Крестовым, блядь. Блогер Маразм. Неинтересно. Я давно мог про него сделать. Так, так. Санбой. Про санбой я не хочу даже вносить. Не хочу. Про Гену Горина. Нет, нет, нет. Неинтересно. Про Гену Горина. ВСЖ. Стас Аскет. Паша Техник. Продюсер Иванов. Про Жмеля. Огр. Сармат. Про Батканину. Про Батканину меня за хуй сосят. Ну, давайте добавим Баткомедина. Например. Чисто так. Блядь. Больше вариантов ответа нельзя добавить. Карлики. Только четыре варианта можно. Ну, давайте вместо таблеток я поставлю Баткомедина. В принципе, про Блэкпилл я и так собирался ролик делать. Давайте Блэкпилл. Ой, не Блэкпилл. Баткомедия. Про таблетки у меня и так ролик будет. Сейчас, секундочку. Я папочку себе запишу. Так, значит, у меня вот в очереди школа. Вуджилинг, Чакелло, Метробабки. Метробабки, блядь. Откуда-то. А, это я, наверное, ремастер хотел сделать. Сто аргументов в пользу Блэкпилл. Ну, давайте добавим, значит, Блэкпилл. Остальные таблетки. Красные. Красная, синяя. Так, ну, так-то роликов уже на ближайшие пару месяцев есть. Ну, давайте всё, создаю опрос. Выбирайте, карлики. Про Гоблина вообще запариваться не придётся. Потому что там статья есть на лурке. Обширная. Типа, там вообще проблем не будет. Ну, я вижу, сейчас Бэткомедиан выиграет. Ну, это было ожидаемо, на самом деле. Неинтересно. Не, карлики, неинтересно. Я... Это предопределённый результат будет. Потому что, понятное дело, все хотят, чтобы кто-то Бэткомедиана захуесосил. Ну, я, пожалуй, откажусь. Это не счетово. Не счетово. Давайте, карлики, за Чакелу голосуйте, блядь. Не надо Бэткомедиана. Давайте, пожалуйста, за Чакелу. Я не хочу пробовать комедия на ролик делать вообще. Ноль желания. Просто, ну, это будет... Меня захуесосят, скажут. Ты долбаёк просто. Типа, не шаришь. Да. Чакелу никому не нужен. Давайте, Чакелу, карлики, 31%. Давайте, накидывайте. Маленькие. Да вот именно. Бэткомедиана-то снимали. Там ролики только дизлайки получают. Ой, блядь. Давайте, карлики. Чакелу. Ура, сравнялись с Чакелой. Давайте, за Чакелу, карлики. Да, гоблин. Ну, гоблин 24. Ну, про гоблина можно будет в будущем ролик сделать. Давайте, пять минут голосование будет идти. Ещё три минуты. Подтасуй выборы. Сначала просят про Бэткани, но потом будут жаловаться, что видос говном получился, и тебе было неинтересно его делать. Да, кстати. Кстати, да. Шевцов был в чём-то прав, когда говорил, что Бэда хомяков много. У него очень много фанатов слепых, которые очень часто не смотрят фильмы, которые он обозревает. Я вот это вижу главной проблемой. Давайте. Три минуты. 735 человек проголосовало. Лайк, подписка, колокольчик, так сказать. Лучше бы про Хиканал. Да зачем? Смысл. Что, тоже хомяки. Да, кстати, у него тоже хомяки фанатичные. Я когда записал ролик про Сони Боев в 2018 году, летом, ко мне набежала его аудитория, человек 20, блядь, и за хуй сосили меня в комментах, что я дебил, блядь, что я не понимаю. Сука, шпилами голову нахуй отпилить, сука, для скоту, только медленно. Спасибо, что я что-то там не понял, не то сказал, блядь, что там. Ну, в общем, да, типа я не прав по всем параметрам вообще, и там много матов было. Тогда ещё можно было моты писать на ютубах, в комментах. Так, давайте слушаем. Ну, да, там на самом деле, да, всё печально, но на самом деле я к Диме ничего против не был, просто во мне было так много джина. А, стоп, это предыдущий донут. Это донейшн лагает. Видите, карлики? На ёбке по всем фронтам. Так, ну давайте. 32 и 32, Чакела, Бетканина. 31, 31. Может быть сейчас, кстати, Гобля вырвется вперёд, я, кстати, не удивлюсь. 32% Беткомедиан. Карлики, не надо за него голосовать, я вас прошу, ролик говном будет. Вы сами потом будете говорить, что хуйня получилась. Я вам 100% даю. Поэтому лучше про Чакелу. Про Чакелу давайте. Голосуйте за Чакелу. То Ванечка может отреагировать, поугарая на твою реакцию. Да. Это будет интереснее, чем про Беткомедиана, блядь. Если не Гобля, то за Чакела. За Чакелу голосуйте, карлики. Или за Гоблю. Или Гобля, или Чакела. Доши 11% всего лишь. Фаан и Канины канал снесут. Не снесут, но дизов понаставят. Дизов понаставят. Да, карлики. Так, Чакела 32% карлики. Ну, давайте еще минуту ждем. Ну, вот, чтобы было 6 минут. И я завершаю опрос. Ариана 872 голоса. Давайте, голосуйте. Голосуйте. Гобля я тоже в очередь внесу. Все. Завершаем. 6 минут прошло. Значит, смотрим. Чакела 32%, Беткомедиан 31%, Гоблин 25%, Доши 10%. То есть, те, кто были за Доши, переголосовали, видимо, за Чакелу. Все, Чакела. Следующий. Но это будет не скоро, карлики. Сейчас у меня на очереди Получается школа, потом VG-Link. Это ролик будет, наверное, аж, там, я не знаю, в октябре, блять. В лучшем случае. Поэтому это не скоро будет, карлики. Сейчас. Ну, Чакела, он и так у меня. В списочке есть. Надо Гоблю еще внести. Я давно хотел, но все забывал как-то. Да, папочка готовится, блять. Школа 1 сентября. Чакела нержавеющий. Чакела. Ну, порядок будет, да, такой. Видимо, вот школа, потом про VG-Link пару роликов. Потом уже про Чакела. Потом посмотрим. Может, еще какие-то инфоповоды будут ебаные. Потом про Blackpill. Короче, много, много предстоит. Часов просидеть в интернетах, чтобы это все сделать. Ладно. Адреса Чакла. Все, продолжаем нахуй. Голову пилой. Потерялась. Вообще-то мы живем в эпоху постоянных изменений информационного взрыва. Как будто на маленькой лодочке, туманном море, несемся на огромных волнах информации, пытаясь хоть как-то ориентироваться. Поэтому меня интересуют такие профессии, которые могут в этом море информации собрать ключевые данные, структурировать и помогут принимать оптимальные решения. Например, аналитики данных, которые являются одними из самых востребованных специалистов. Это люди, которые работают с данными и пытаются найти в них связи. Да, терпеть и терпеть еще до блэк пила. Терпеть и терпеть. Я думаю, месяц минимум. 40% биокарликов в возрасте 20 до 30 ни разу не были на свидание. В Америке от 20 до 30, по-моему, 30% мужиков не было никогда секса у них. Не то, что на свидания не ходили, а не было секса. Вот сейчас у 30% мужиков не было секса. От 18 до 32. Такой диапазон. На фоне ролика про Чака должен быть твой рабочий стол с папочкой адреса Чака. Не, это расценят на ютубе как травля. Могут ролик удалить. Циркумфлекс обратный слэш восклицательный знак циркумфлекс обратный слэш восклицательный знак. Циркумфлекс обратный слэш восклицательный знак циркумфлекс обратный слэш восклицательный знак циркумфлекс обратный слэш восклицательный знак. секс не нужен это атовизм приматов мы выше этого терпим маленькие терпим обратный слышу вас заебал этот циркумфлекс в ролике про чакелу обязательно расскажи про ванечку да не я в ролике про чакелу по большому счету хочу затронуть тему нержавейки и флешки за 3500 кринж ролик и все вот это вот все эти манипуляции махинации на теме того что чакела хотел переплюнуть бэдкомидиана сняв свой фильм мне кажется это моя шизотеория чисто можете смеяться но мне кажется он пытался таким образом бэдкомидиана хоть в чем-то переплюнуть так сказать не перекатываю извини пожалуйста уронил ничё нормально алё суп не понравился если видос про чака будешь делать месяца через три нужно будет еще записать оправдательный видос которым ты будешь крыть свой обзор отмазами в стиле ролики монтировал паспорт за диван закатился не мы все переругались я со всеми разругался а еще диплом писал диплом писал ты забыл блядь я писал диплом блядь топ отмазка поели блядь красава циркумфлекс обратный слэш циркумфлекс обрывай так нахуй все понятно слава богу я тебе говорю для этим я тебе сказал правду блять вот чтоб ты знал просто сука лютая правда блять принять понять блять хуй знает так перед я чем дальше ну да типа такого это вообще классика блять слушайте слушайте карлики этого ждет прыгается блять на прыгается пожалеет потом очень сильно да там видно было блять там видно это все я тебе говорю я еще где-то недели две-три назад это чухнул ну так смотрел наблюдал блять там думаю ну ладно муж там не так там может я ошибаюсь там нет все вот так вот карлики один для ебли другой для денег всем привет друзья кого рода подписчики подписчицы и случайно зритель с вами власть а или шокирующие факты о владе савельев откровенные откровенные разговоры с владом савельевым в общем чем будет же скачка 18 плюс жесткий 18 плюс даже бы я даже сказал бы 25 плюсом в общем прошлом ответы на вопросы я обмолвился вот такой вопрос что он был имел ли это дело с астропоном типа вот да я и микро я сказал это и сразу шквал сообщение что ты заднеприводный там типа ты пидор ты гей там я не знаю кто значит сразу говорю что никакой они пидор и не гей у меня с мужиками никогда ничего не было нет и не будет мне мужики абсолютно не возбуждает неинтересно вот я пытался один раз представить каково это нет я даже нет я пару раз даже порно посмотрела вроде интересно это было давно в общем я пытаюсь представить но умел порно тоже видно мужик мужика ебёт и они же даже яйцами бьются но как так можно из неприятно фу блять какая гадость опустим вопрос говна потому что говно вот сейчас вы поймёте потому когда вот в комментариях писали типа спадливый не спадливый вы ничего не понимаете в этом деле ну как бы я не то что профессионал да сейчас чуть-чуть музыку убавлю какие анальные процедуры люди делают там пусть гомосексуалисты да пусть парень девушку в анал дерет пусть трапоном девушка парня дерет неважно все что связано с анальным сексом всегда нужно подготавливаться с нормальные люди которые как бы имеют какой-то уже опыт и не хотят испачкаться в прямом смысле этого слова что конечно же они делают клизму нормальный клизму там как бы хорошенько все промывают то есть иначе в фарнухе вы будет вы бы чего вам понравилось посмотреть как там куски говно членов в говне вот значит теперь переходим ко мне конкретно тут просто уже темнеет надо поскорее уже записать ролик значит поставить был у меня опыт со страпоном женщина проститутка меня ебало это был такой факт это было в диком угаре значит это было по пьяни мы пошли компании большой компону человек четыре или пять нас было я не помню мы пошли в массажный салон и там были дополнительные услуги то есть те кто не знают опять же это 18 плюс 25 плюс дополнить дополнительные услуги всякие там рабыня араб там госпожа господин и как бы я мне захотелось попробовать я был сильно пьяный еще чуваки там я тоже подначил да ладно что такого попробуй и мне стало интересно да и девка тоже говорит давай давайте помниться в самой нравится типа меня это возбуждает давайте по такой услугу закажи вот носит не помню сколько она стоила то ли 700 рублей то ли тысячи то ли полторы дополнительно дополнительно к эротическому массажу записывайте к бабам дала мне на выбор страпоны какие по размерам ну как бы как-то как-то все-таки стремно вот и он пристегнул к себе понимаете так вот пояса ремень и ремешок поезд привод как бы мужики одевают пояса дай мне и там вот анху перед как бы еще прикрепит как прикреплен блин вот и собственно перед этим она сделала клизму да 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 то есть я говорю на что давай типа нет она ведь не сначала клизму то есть мы прошли с ней в туалет она не сделала клизму вот и клизму необычного какую-то такую специальную после чего я тоже хочу такую я хочу как-нибудь клизму купить такую чтобы прочищать животных бывает так запора или просто чтобы выводить как бы все лишнее как бы из живота из желудка из кишки как называть я медицинских терминах не силен то есть необычный клизму как вот эти вот такая круглая дать и послужить никого там было у них типа грелки вроде бы и с длинным шнуром то есть она куда воды теплой набрала и какой но у меня были такую струю пиздец я не так и и продолжала херачить бури Credit хватит 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 она все продолжает на я как бы на ташке свяжу в общем все все чтобы был у меня там внутрь все это вышло вот она буду еще одну на всякий случае чтобы типа кровать не спать вот ну я бы до этого найд fi все равно мне уже было жопу уже в тот момент жопу все горело ну вот и вообще улыбается маленький понравилось все и потом мы пошли уже камене на кровати и собственно она начала меня стропонить вот я повторяюсь я был сильно пьяный я практически ну я помню ощущение я помню но я заказал себе еще одну девушку то есть их было двое то есть ну как я сказал это дополнение к ротическому массажу 1 в рот еще стропонило то есть у меня был эротический массаж плюс услуга госпожи это называется вот и мне помню что мне безумно понравилось это я уперся в сиськи я лизал сиськи бабе только ротический массаж делать я и лизал сиськи и как бы обнимал ее там там везде лапал а вторая меня жестко драла в жопу крутой значит и эти магет малыш я считаю в этом ничего такого нет я не пьянет нет я не призываю конечно же это это аморально скажем тогда все это пошло из запада и не призывай никого этим заниматься конечно же нет не стоит если вам там от 18 лет тогда уже у вас по идее своя башка есть и вы можете сами подумать но от себя скажу что я много знаю таких случаев кто такими вещами увлекаются занимаются то есть как-то раз я познакомился с проституткой по 684 по билайнской службе но выселась потом что она проститутка вертолетчик блять вот опять донейшн не проходят что-то алерты ебаные как это заебывает алё этот оба я спрограммировали он тарки блять сто процентов так арена ванна масса рина купил алине две квартиры понял так и а а а а а а Нихуя не понял Вы что-то поняли? Угу Задела супер поросенок Вперед! Всюду криминал А значит свин зол Гуляет свинцом Гуляет свинцом Мощнее чем ФСБ Может сделать Бен Бен Это свинка Пепе Самозарядным ТТ Набирает скорость Сидит свин мобили Фото твоей крошки В его свин мобили Мини пик с мини ганом Крюшка с пулеметом 1-0 в пользу супер поросенка Супер поросенок Супер поросенок Грузовый герой Топ-топает нам помощь Супер поросенок Так Блядь Блядь вообще какой-то левый донат проигрался Его вообще нету Вот кто это блядь Кто это настраивал вообще Кто программировал эту хуйню Пиздец, блядь, ну тупые, блядь Я хуею, блядь Видимо какие-то техработы у них там в ёбаном донейшене, потому что ну чё-то прям вообще Он и обычно подлагивает как бы, но сейчас прям вообще кошмар какой-то Да, ну жопу я отфотошопили, конечно, знатно Отфотошопили Индусы делали донейшен за 500 рублей на кофе Да, блядь Нищая 500 рублей С вирту систем спропагандировали, программировали во сети и алерт тоже Причём прикол видосов в вставке не в тему добавлять А прикол... А нет никакого прикола, просто такая концепция, карлик, ты не выкупаешь Это концепция, понимаешь, концепция Вот почему усталая подлодка возвращается домой, например Вот по той же причине я делаю вставки Поэтому, ну... В общем, можешь расценивать как угодно За 500 рублей мы здесь все готовы 3 литра оболоньки залпом выпить, да? Не знаю о чём-то Пусть роутер настроит Тебя, хикан, иногда косплеит Хочешь про него видос снять и его развод с Лизой? Там интересно было Я не знаю, чё за развод с Лизой, блядь Косплеит он мне, не косплеит Мне... Всё равно Я за ним не слежу абсолютно Но, name and sell Не забывай, что папочка у DRV каждый день пополняется И когда-нибудь Уже тебе придётся говорить Вот глотка, Иван, советую не выходить на улицу Или лев набросится на глотку Хе-хе-хе-хе Ой, да пусть пополняется Мне похуй Веришь, нет? Вообще так похуй Так... Попроси львёнка папочку скинуть А то всё на тряпках лежит Я бы не отказался папочку про Чакеллу посмотреть Чё у него там Может есть чё-нибудь интересное Так... Там был ещё донатпэй, по-моему Бля, надо сходить взять и пожрать Потому что чё-то Одного флакончика нищего йогурта недостаточно Нужно больше золота Сколько стоят все вещи? А ну давайте послушаем Сейчас наверняка там Cartier и Dior Сколько стоит вот в общем весь гардероб Ну кроссовки, сколько они стоят Я имею ввиду дома Ну допустим вот если взять всё образно Всё что у тебя есть А, в сумме? Да, в сумме Всё вместе Не знаю, миллиона два может Два миллиона Ну для-то так, да Ничего себе Ну можно в принципе квартирку купить В каком-нибудь доме Да, нормально Маленький Не смешно, королики? Не смешно Не смешно, маленькие Похуй Так Наташа Симонова Подложила дочь под вертолётчика Какому уму ты учишь детей? Положила ребёнка под пилов 14 лет Бедная девочка Она наверное только сейчас начинает осознавать Что родная мат с ней сделала Ой, ребят Вы знаете, что такое пил? Ну честно, если говорить Я как раз за надёжных умных людей Вова как раз такой Он просто, ну чтобы вы понимали Как раз идеальный мужчина Да-да Здрасте Девушка Ну он немного утомился Отдыхает По делам Ещё какие вопросы будут На засыпку Ну то есть вы смотрите стрим Решили мне позвонить Что-то спросить Алина тоже делами занимается Ещё какие вопросы будут Ну сейчас вернётся Отдыхает он Не выдержал Он пять банок охоты Пять Да нет, не угораю Кошмар Спасибо большое за совет И всё про контролёров Спасибо большое Ну вот Все решили мне позвонить Все сразу? Да, все сразу Проконтролировать Где Серёжа Вас не смущает Что он в подъезде Когда курил Шёпотом Нам всем говорил Что он вас не любит Не любить ваших детей Ненавидит свою жизнь Алло Ну из-за отсутствия денег Вынужден все это терпеть Пока восстановят Свои отношения С бывшей женой Не, ребят Меня не смущает Я смотрю иногда стримы Поэтому такого не было В подъезде Так что Я не переживаю Я знаю как Серёжа Относится ко мне Знаю как Я к нему Так что Думаешь, что провокация? Ой, Алина Какие ботинки классные Фэнди? Девар Диор Ничего себе Ну тут хуйня накрывает Мне же самое интересное Ой, ребят Слушайте Это этот Между прочим Конфликт там Кто там, Алина? Армяне с азербайджанцами Это на самом деле Опять же Такая глупая война Мне не интересно Я не армянка Но на самом деле Я вообще против Ой, мне такие патчи Дочь подарила Божечки мои Спасибо, моя девочка Мой кореш Я такую песню даже не знаю Что, сколько там Кило 600 Разгоняемся, работая Алина, покажи ботинки Алина, покажи ботинки Алина, покажи ботиночки Слушайте, ну у Сергея нет такой песни. Я не могу найти. Сережа мой кореш. Такой песни нет. Алло. Алло. Да. Мне все решили, да, на стриме позвонить? Я на отключке. Что об этом думаете, собственно? Я крайне отрицательно на это смотрю. И вообще всех подписчиков просила его на это дело не подбивать и не провоцировать. А теперь нам опять предстоит тяжелая ночь. А завтра у нас важное мероприятие. Вот и все. Да, я понимаю, да. Но вы понимаете, что после этого мероприятия он может идти еще в хуже состояние, чем находится сейчас. То есть там опять будет алкоголь, легкодоступные женщины. Поэтому, конечно, переживаем. Потому что давным-давно за ним следили. И грустно наблюдать в таком состоянии. Понимаете? Ну а в семье еще хуже наблюдать за это все. Вот. Так что, Наталья, если так как тут, надо, все-таки ситуацию в руки взять, там может быть, человек погибает у вас на глазах. Спасибо, Николай. Я понимаю, что это, конечно, легкие деньги, да, что народ вам донатит очень много, что... Кому вам? Вы развлекаете людей. Когда он будет не в отключке, и вы ему это обязательно озвучите. Он же взрослый мужчина. Ну, не реально позвонить, да. Ну, то есть легче всего позвонить мне, да, я поняла. Имейте вес. Можете до него достучаться, то есть, и как-то воздействовать, правильно, что... Спасибо вам большое за совет. Спасибо большое, да. Примите, да, пожалуйста. Я приму к сведению. Сережа, к сожалению, погибает. Да, спасибо. Погибает, поэтому вы не оставляете переднимать. Спасибо большое. Вы видите, нет? Покажу. Наталья, Сергей не может взять на себя ответственность за всех вас. Пожалуйста, ему нужен авторитет, что-то вроде мамы. Я переживаю за Сережу. Хочу, чтобы вы о нем позаботились с наилучшими пожеланиями. Вот, ребят, не знаю, девочки, если есть. Вот я не хочу быть мамой. Не, единственное, в процессе. Забанят. Забанят, значит, забанят. Лучше бы вы понимали, насколько я стрессу устойчива. Покажу опять, не видно, наверное. И это мне приходит по 10 раз на день. Баба Натах, на что вы живете? Я вообще квалифицированный специалист. У меня не самообразование. Просто сейчас временно... Либо Алиночка допивает охоту. Либо Луфайте стрим с позором. Ну, это вы серьезно, бедного тренинга. Да, 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 да. У нас сейчас Володя сделает какой-нибудь нам безумно вкусный коктейль. Пишет мне некий Иван. Баба Натаха, давайте по факту. У вас нету пару зубов. Вы рекламировали финансовую пирамиду. Я уж точно ничего не рекламировала. Я же не Сергей Симонов. У вас была интрижка с неким уродом мордовой по кличке Вова. Позже, перепрыгнув на Симоняна, вы решили не отпускать обработанную рыбку. Вам не стыдно. Ну, ребят, ну вот скажите, вот я мама четверых детей. Достаточно... Вы все видите нормальные люди, видите, что я сижу дома. Вова, а что ты без шампанского пришел на сочельник? У Володи огромная коллекция спиртного. И он любит делать интересные коктейли. Он смотрит рецепты. Алло. Алло. Да-да. Наталья. Ну, если вы Наталье звоните, то Наталья. Да, мы звоним Наталье. Вот тут такая информация у нас есть, что завтра вот на этой сходке вашего мужа у Сергея будет Виктория Викторовна. Вот. И она, скорее всего, его уведет к себе на розовую кухню. И они там что-то будут делать. То есть, как вот какие-то действия надо предпринимать, мне кажется. Сережина решение. Ничего страшного. Я переживу. Ну, вообще, вот как вам было спать с женатым человеком? Слушайте, жизненные ситуации бывают абсолютно разные и у всех. Слушайте, ну вы это говорите постоянно. Одну и ту же фразу. Блять, опять не прошел ебучий алерт. Тот, кто программировал Донейшн Алертс, полный голбоёб. Алло. Привет, докладываю. Ходил во вторник по повестке в военкомат. Алло. Не годен по щитовидке, так что оформил скип армухи. Всё по твоей установке. Благодарствую, так сказать, за установку. Карлики, поздравляем. Вот, поздравляйте карлика. Всё, откосил от армейки. Учитесь. Учитесь, маленькие. Кто на срочную службу не хочет, слушайте, малыша. Прямо сейчас снимем. Заказывайте установочки за 100 рублей. Вы не против? Вместе снимемся. Как бы вы определили, что такое секс? Секс – это занятие, которому можно предаться, когда не можешь заснуть. Кто была ваша первая женщина? 300-фунтовая шлюха. Боже, правый. Первый раз я пощупал бабу в 24 года, правда? Ну, я был некрасив, у меня не было денег, и я был бродягой, да? 24 года, извините, но я ни разу не был даже на школьном балу, или где там ещё я был изгоем. И я встретил эту даму в баре, и мне показалось, я ей понравился, впервые понравился женщине. Она была крупной, но она была женщиной, так что, какого чёрта? Я был пьян, она была пьяна, мы пили пиво, и тут на меня нашло. И я работал над ней, и работал, и работал, и работал. Ведь я хотел доказать, что я мужчина. Ведь первый раз... Боже, я так старался. И сказал себе, боже, если это секс, это какая-то лажа. И об этом вот они говорят в школе в раздевалке. И наконец-то, не знаю, удалось ли мне, но, наверное, удалось. Ну, в общем, я проснулся, мы лежим вдвоём, она спит на спине и храпит. И я гляжу на этого огромного зверя, который лежит рядом. Господи. Да, мы сломали кровать. Обе ножки. И она стоит, как горка. Кровать стоит вот так. А потом, знаете, я схватил штаны, а в них нет бумажника. И я к ней. Ты, поганая шлюха, ты... Смотрите. Алло. Маленькие, знаете, Капун за месяц прошлый получил 2 миллиона донутов, к 300 тысячам за квартиру в Москве, юликом оплаченную. Сука, шпилами голову нахуй отпилить, сука, для скоту. Только медленно. Спасибо. Этот. Ну, это, видимо, предыдущий какой-то опять прилетел. Да, это предыдущий. Ну, видите, оно хаотично. То есть, вообще непонятно, блядь, что, где, куда, блядь, оно... Куда оно летит, блядь. Мимо. Так. Спасибо, Кудашов. Да. Кланяемся. Ну, чё, ну, заработала она, ну, чё поделаешь, блядь. Кто-то он на яхтах ездит, кто-то на самолетах, кто-то под мостом живёт. Все люди разные. Но, понимаешь, не в этом счастье. Каждому свою. Ты украла мой бумажник. Она... Нет, 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 нет. Ай-яй. Убежайся, сука. Я знаю. Ты унесла его наверх. Ты, блядь, несчастная. Вот тогда я научился так ругаться. И я стал подвязывать ножки. Привязывал ножки к кровати. И чувствую, что-то там лежит, на коврике. А это мой бумажник. Ах, она бедная. Мне стало очень плохо. Забудьте о моём имидже. У меня есть сердце. И я думаю, о чёрт. Может, она и не весь что, но я же её оклеветал. И я тут же побежал в бар, где с ней познакомился. Она всё рассказала бармену. И я вошёл и говорю, слушай, забыл, как её звали. А, Мария здесь. И он сказал, мы... Ну, настоящий карлик, да. Да потихоньку, тяжело, конечно, мною нажимать. Ну, ты там созванивался или всё? Нахуй, всё. Ну, слушай. Тут, блядь, никто не берёт. Ну, всё, пошли нахуй. Пошли нахуй. Я же. Ну да, ладно. Хорошо. Я сейчас тоже потихонечку заворачиваюсь, блядь, поеду спать, блядь. Ладно, ты там тоже не расстраивайся. Нихуя, прорвёмся, разберёмся. У Симы, кстати, оригинальный чехол от айфона. Да нормально, всё. Нет, я решение принял. Мне ж пухуя, я тебе говорю, Володь, блядь, у меня в этой жизни, ебать там, блядь, из истории, ебануешься, блядь. Оригинальный чехол, по-моему, около 100 долларов стоит. Блядь, три дня рассказывать, блядь. Да. Нормально, всё. Есть понимание, уважение, блядь, признание, тогда да, нет, нет, всё, нахуй пошло. Да я понял, по-моему, собственно, просогласен. Такое отношение. Да, нет. Да, сегодня не городом. Ну вот именно. Отъебали нас, нахуй, как Щелкова, блядь. Ну ладно, хорошо. Знаешь, для таких дорогих людей для нас получить нож в спину. Ну вот так, всё. Он, по-моему, тоже, блядь, мельчонок. Ну что, видно, расстроено, видно, расстроено. Ну как и хуя себе, блядь. Он ей тачку заказал, блядь, квартиру, блядь, там, две, блядь, купил. Две? В одной уже ремонт сделал, блядь, вот против так пережить. А почему такое вообще произошло? Почему они разошлись? А? Почему они разошлись? А? Почему они разошлись? Измена, ебаная. Всё? То есть, с тобой? Нет, я пришёл, ну я же ещё раз говорю, блядь, я пришёл домой, Я ж не выдумываю, блядь, ни хуя, какую, блядь, постановывали, какой-то театр. Я ж не сдох, там вообще была Алина со своим футболистом. Да, блядь, он вышел, такой заспанный, вот такой би-би-би-бы-рыжный. Как дом, блядь, как дом, в тапках, блядь, ты кто, наху, ёб твою мать? И наху отсюда, блядь. Еще что-то мне там пытается руки, блядь, свои слюнявые, блядь. А ты видел, как он второй рукой, ты нарезку смотрел, как он второй рукой, нервничал, нервничал, нервничал. Он очень хуярит сюда. Он говорил сироги слова, а сам, блядь, зачем я это сказал? Он сам нервничал. Не, он нервничал из-за ситуации такой. Да, ну, блядь. Мразотная ситуация, на самом деле. Неприятно, когда вот так за спиной шаш не крутят. Да. А я напоминаю, что Игорь Линк стримил на 14 зрителей за 2,5 тысячи долларов в месяц по контракту. Это на Азубу он был или где там, я уже не помню. Это же Ильяс рассказывал. Эдарь, ты работай, я скотическая, сука, говно, да ебаная. Что ты за весел-то, подливая ебаная? Ну, я вам скажу, я когда-то стримил на 5 человек, наверное. Бесплатно причем. Ну, за 100 рублей, там, за 10 часов стрима могло 100 рублей прилететь. Вот так вот. Да. Причем не по контракту, а бесплатно. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Ну, были времена. Да все лисить надо Бля Блядь, уже две нахуй, сука, блядь Вторая минута, блядь Меня всё тормозит Аааа, сука Как тогда стримилась, да терпильно Я помню мистера Макса смотрели до 4 утра Аааа, что-то там ещё было Маэстро Панасенкова смотрели Да эти стримы где-то валяются, блядь, на ютубе, они есть Нищие стримы на Твиче Ровно 4 года назад это было, кстати Это был восемнадцатый год, осень Там начало сентября, блядь Вот так вот, карлики, да Ой, блядь, сука Малыш Ой, сука, ебаная, блядь, пизда, ебаная, сука Пиздец, у меня эта ебалайка вообще прекратила работать Давай, чё ты, подголбаная, сука Всё, блядь Ой, вообще донаты не работают, блядь Сука Я рот ебал Те, кто донейшн Алерт спрограммирует, ребята Вы чё, ёбнутые, блядь Алло Алло Ну чё это за говно, чё Ну, только когда я нажимаю, начинают донаты приходить Вот кто этим занимается, блядь Уже пару месяцев вот это всё через жопу идёт Если не больше Чё-то у них там ненормальное происходит Здорово, что думаешь насчёт мелких бизнесов? Сколько минимум денег нужно, чтобы стать карликом-бизнесменом в СНГ? Сам не думал, нет, бизнесменом точно не думал У нас есть пример бизнесмена Ну ладно Не думал, лучший бизнес это рантье Рантье в аренду сдавать Всякую хуйню квартиры, площади Оставшиеся от бабки Какие-то там Торговые площади Вот это лучший бизнес А вот это вот всё магазины там какие-то Или Ресторанный бизнес это вообще пиздец Там, чтобы в ноль выйти минимум надо года три В ноль И то не факт, блядь Очень много же ресторанов закрывается А тем более в такие времена Чё-то делать, какой-то бизнес Забей карлик Три стакана насечества Можно попробовать вкатиться Либо сдавать площади торговые Я так считаю Это лучший бизнес Это сдавать просто квартиры Либо какие-то площади под аренду Деньги текут И всё И терпишь спокойненько А не вот это вот Постоянно как на пороховой бочке там сидишь Ну я так считаю Может быть тут и сидят бизнесмены какие-то Расскажите историю успеха Всем привет Дверь я кстати таки продал Интернет провели Жди новые видео на моём новом канале Спасибо за видео обо мне Но у меня нет шизофрении Я не знаю С чего вы взяли Что у меня шизофрения Так ну это фэк пишет я уверен Это не настоящий Вылетела блять сука Скотобаза ебаная нахуй блять Сучара ебаная блять У меня всё не работает блять Сука 32 гигабайта лутерки Сука Не всё Это всё зависло блять Пиздец Не всё Сколько попало им слова Или нахуй Чё-нибудь Сука Чё ты блять Сука Диспетчер Пидорессов Белузорных Сука Выблядки 32 гигабайта Унтеркам Не хватает Сука Ебучие Унтера Программисты Сука Гни ты Сука Безмозглые Сука Выблядки Таковы Ебаные Нахуй 32 гигабайта Бля, скоту Не хватает Сука Блять Лицо Оно вообще Не работает Блять Сука Что оно зависло Падали Ебаные Сука Ебаные Блять Пополам Нахуй Сука Сдавал квартиру Матери Жил с бабкой Бабка Нашла себе Хахаль 20-летнего И выселила Меня Сдавая мою хату Это чё Толян что ли Пишет Ты про Снегового Что ли Бадаль Ебаная Сука Контроль Дел У меня Завис Пишет Я Контроль Дел Назал Сука Ну всё Ну всё Зависло Всё Бля Вот опять Два Доната Не прошли Ну Чё Это За Говно Блять Сука Как же Их Ебал Блять 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 И вот Ой Блять Охуенно Охуенно Да Карлики Вот это Хуйня С донейшеном Блять Заглючила Ну У них Походу Какие-то Тех Работы Я так Подозреваю Два Месяца Уже Такие Охуительно Тех Работы Что Всё Лагает Блять Ничего Не Работает Блять Ничего Не Показывается Остальные Нормально Работают Обычно Донат Пэй Хуево Работал Но Даже У них Сейчас Вот У меня Всё Показывается Всё Проходит Ну Как Как Прокомментируете Это Ну Ка Ой Блять Тот Кто Терпит Выживает Да Это Точно Ну Всё Его Зафризило Короче Надо Убирать Просто Вот Так Делать Оп Пиздец Там Карлик 10 Тон Закинул Я так Вижу Спасибо Кланяемся Это он На ролик Про Чакел Биобаза Для Биопроблемников Всё Алерт Из Донейшена Вообще Не будут Проходить Карлик Я вас Предупреждаю Живые Существа 7 минут Да Ну Дружили Тогда Я на месте Да Действительно С Донейшен Далерс Есть Определенные Проблемы В общем Чат Как проголосовал За Чикелу Значит Видос По Чикеле Чуваки Большое Вам спасибо Кстати Кирюха Там Вышла Новая Визуальная Новелла Любовь Деньги Рук Рук От создателей Бесконечного Лета Обратите внимание Может там Что-нибудь Для контента Шурум Пурум И вся Хуйня Последние Секунды Хотел бы Сказать Переадресовать Их К Дмитрию Ларину Дмитрий Ларин Пожалуйста Прости меня Я был неправ Извини Если я тебя обидел Карлики Пожалуйста Перешлите ему Этот видос Большое вам спасибо Спасибо Кланяемся За 10 тонн Да Ролик про Чикелу Но он будет не скоро Я предупреждаю А про эту новеллу Я В курсе Я же говорил Что Не меньше Чем за Сколько Раз Два Три Четыре Пять Не меньше 500 долларов Требовать За ее прохождение Потому что Она дикодушная Вот Поэтому Вот так Хотя я сам был готов За 12 тысяч пройти Потому что Ну типа Думал Она не должна Уж быть хуже Чем БЛ Но мне Так сказать Сказали Не раз Что она хуже Чем БЛ В разы Поэтому Вот так Спасибо Кланяемся Опять На стоянку За базу И материал Для фона На работе Скоро Вторая часть Выше Линка Ну Пару Недель Наверное Ну да Где-то так Дней 15 Надеюсь Так Ну что там Ебаный Донейшн Не отглючил Блять Так Сейчас Секундочку Надо кое-что Сделать Кое-какие Манипуляции Там походу Ссылка Отвалилась Еще и От доната Я Хуею Блять Кто это Вообще Программировал Блять Что Ну Отваливается Все Нахуй Так Сейчас Будем Сука Шпила Миколу Голу Нахуй Отпилить Сука Для скоту Только Медленно О Прошло Блять Через Полчаса Там Ссылка Короче Отвалилась Прикиньте Блять Удалилась Просто Ссылка Сама Алло Алло Ой Ну Наконец То Отглючило Вроде Б Сейчас Ой Или что Это Не то Сейчас Секунду Блять Я Хуе Да Такого Еще Не было Конечно Ответь Человеку Который Спрашивал Про Бизнес Попробуй Снять Фильм И Продавай Билеты По 1300 Кстати Я Чуть Разузнал Информацию Там Билеты Были Не По 1300 А От 500 От 500 И До 1500 По Моему От 500 И до 1500 То ли 1400 Вот Как-то Так Либо Снимай Говно Видосы Загружай На Флешки И Продавай По 3500 Рабочая Схема Ну Это Рабочая Схема Да Но Если Ты Медиа Личность А Биокарлику Так Не Получится Не Получится К Сожалению Ну А Если Ты Чакел То Вполне Себе Можно Попробовать Оп Так Смотрим Дальше Тыкай током Бля Ебаная Ничего не работает Нельзя Мест Не работает Ничего А 32 Гигабайта Чёрки Ёбаные Сука Падаль Ебаная Нахуй Сука Зависла Блядина Блядища Бля Ёбаная О Отглючила Наверное Или нет Нет Это Опять Что-то Старое Прошло Сука Круги Терпения Продолжаются Ну Всё Лив Нахуй Сука Блядь Сука Эху Лив Чё 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 Небуду Ёбаная Пидарасина Она Зависла Она Просто Зависла В Эх Сука Ебунка Падаль Ёбучая Блять Сука Я Я Евгений Верну Падаль Она Ребеная Нахуй Лив Падаль Ты работай Без Хотел Сука Гез Я ¿ Чё Зависла Эта Подли Падаль Ёбаная Ребеная 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 Сука На самом деле, ну, если снимать именно фильмы, а не то, что снял Чакела, то будет довольно тяжко. Деньги лучше пилить на других вещах. Например, делать заказные проекты, типа вот как Усачев делал проект. Вот, всё работает, всё проходит. Донейшн Алертс, почему уже несколько месяцев всё лагает, я хуй знаю. Это, типа как Усачев делал про религию, помните, он собирал 500 тысяч, по-моему, на 4 ролика про православие. Вот это неплохо. А деньги, конечно же, собирались, типа, на создание, но ни копейки не было вложено, а потом он отмазался, типа, ну, это я на суды собирал. Вдруг на меня в суд бы подали за видосы, и это, типа, были деньги на адвокатов. Вот, всё. Так. Алло, карлики на связи, 140. Блин, мне коло в голову, нахуй, отпереть, сука, для скоту, только не медленно. Блядь, он вообще рандомно всё делает, сука, рандомно. Вот какой хочет Алерт, такой и включает. Понимаете, карлики? Чудеса. Как откосить от мобилизации Украина? Твой совет, я уже четвёртый курс, буду идти на магистратуру, чтобы перетерпеть два года, а то пора домой из сектора газа, не хочу слушать, терпим. В смысле? Ну, так, если ты учишься, тебя никто не призовёт. Кому ты нужен? У меня, например, гипертония первой степени. Вот, у тебя не знаю. Типа, если ты учишься, тебя никто не призовёт. Чё ты боишься, там сидишь в штанишках? Не бойся, маленький. Хой, скот, блядь, 32. Программисты интерменши, ебучие, сука. Вы, блядь, такие биомозглые, сука, безмозглые твари, блядь, сука, никто не умеют, блядь. Только денежки получают. Что? Ебаная, нахуй, сука. Ебучая падаль, блядь, сука. Вы, блядь, такие ебаные говна напишут своего ебаного, ехуя, не работающего, блядь. Ещё платим деньги, блядь, ебаную, нахуй. Иди, блядь, заступайся, падаль, работает безмозглые. Сука, ебаную, очки напялили, блядь, пидорасы. Сучары, блядь, ебаная. Да это хуйня не работает, блядь, сука. Охуяна. Не знаю, что я сделаю. Хуй знает. Да варь ты, блядь, работает, сука. Ебаная падаль, нахуй. Ну ты падаль, не будет работать, нахуй. Падаль, ебаная, но всё зависло, это скот, ебаный, 32 гигабайта. Мало, блядь, сука, падаль. Сука, падаль, блядь, сука. Ебаная падаль, нахуй. Ну всё, это падаль, она как-то зависла просто, блядь. Ах, ну всё, это падаль. 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 Выходил альбом Доры, а в нём столько песен, да любовь. Гнут металл мужики, стоя у станка, не пустил их начальник на концерт. В тишине по щеке подвижит слеза, упадёт, прозвенев на весь литийный цех. Это песня для обычных работяг, что потеют на заводе номер три. В сутки напролёт куют цветной металл, а ночами так мечтают о любви. Это песня для обычных работяг, что потеют на заводе номер три. В сутки напролёт куют цветной металл, а ночами так мечтают о любви. Сан Саныч, Михалыч, в ночную смену в облаках висают, а песня играет у днюных над заводом. Хуйня какая-то. Пролетает, сердце боя и печально. Вы не туда попали. До свидания, вы не туда попали. О! Наконец-то прошёл аллерг. Нормально. Спасибо. Я тут подумал, может мне начать грибы выращивать? Шампиньоны там, в эшенке. Есть тут карлики, которые вкатились в бизнес по грибам. Было бы интересно послушать ваши истории. Ребус, тебе отдельное спасибо за регулярную порцию базы. Я получаю большое удовольствие от просмотров твоих видеороликов. Продолжай в том же духе. Слава КПСС! Это кто вообще, блядь? Это компьютерный голос или настоящий? Я просто что-то не совсем понял, блядь. Очень похоже на какой-то искусственный голос, если честно. Ну, может и человек, хз. Спасибо. Не знаю по поводу грибов. Я грибы... Вот у меня фисташки. Грибы я не очень люблю. Я знаю, они очень долго перевариваются. И не всем их можно. Вот мне, например, не очень можно, потому что у меня с желудком проблемы. Грибы это довольно тяжелая пища, поэтому лучше нищих фисташек поесть. Ну, блин, если это реальный человек, то, конечно, странно. Разговаривает как будто бы робот, если честно. Роботизированный Ленин какой-то. Из Мавзолея прям вещает. Ой, блядь, ой, блядь, сука. Так. Нищая фисташка. Это песня для обычных работяг, что потеют на заводе, но несли. Сутки набранет куют цветной металл, а ночами так мечтают о любви. Это песня для обычных работяг, что потеют на заводе, но несли. Сутки набранет куют цветной металл, а ночами так мечтают о любви. Пиздато. Вот лучше всего, когда фисташки слабосоленые, на мой взгляд. Вот когда их пересаливают, вот это мразотно. Невкусно, вот слабосоленое. Это вот прям то, что нужно. Невкус орешков есть, а то соль как будто бы ешь просто и всё. Не попадают внутрь вообще. Прям как я пою. Так больно, конечно, но потом будет намного проще. Я зашла на свитч, а здесь жирок. Хуя творит, блядь. Я верю. Всем привет. Ребят. Просто волос. Можно, ну, здесь тут тетивидно, так сказать. Жесть, смотрим, братов. Будущее, ребят, это будущее. Короче, мне хочется со всеми дружить. Я не агрессивная. Раньше я всегда была... Да, меня Генсуха хотела позвать, но мне кто-то скидывал, что типа... Ну, Дженсуха моя любимая. И куда же она её позвать хотела, интересно. Говорили, что я на свиче, ну, типа, у меня хуёвая репутация. И, типа, короче, ты уверена, что нужно звать Дашу Капот? Я не знала, что на свиче у меня хуёвая репутация. Да, Септон сегодня вставила, кстати. Очень больно. Не переживаю, Дженсухи репутация хуже. По крайней мере, раньше её собственная аудитория хуесосила. На постой. Сейчас, может, забыли уже, просто. Но, я напомню, что Дженсуха и Игорь Глинг это два человека, которые... Которым я реально испытываю неприязнь в интернете. На всех остальных мне поебать, абсолютно. Вот эти два персонажа, конечно... Что-то с чем-то. Ну, это мой топ. У меня, типа, не зарастает. Я могу его серёжкой прокалывать. Хуёво, потому что ни с кем из склада не общаешься. Слушайте, вот потусила Жужу, блядь, и всё. И тебе... И это... Чё-то никто не хочет нам... Больше, блядь. Это левша, да. Вы не знали? Пиздец! Сколько уже лет, ребят? Ребят, у меня девственности уже нет давненько. Она уже давно не в продаже. Она очень давно уже продана. Причём покупатель... Ну, нормальный, в принципе, да. Нормальный. На счёт расставания. Я какой сейчас вывод делаю, в принципе, потихоньку? Вот обязательно у кого подобная вообще ситуация. Кто отношения... Знаете, вот вы в отношениях, например, да? И вы какие-то решения делаете через призму. А как будет моему партнёру? Например, такие, типа, встану сегодня пораньше, чтобы убраться. И это вы делаете через призму. Ну, потому что моему чувачку это будет приятно. Короче, он подумает, что я хорошая. И так я покажу свою любовь. Вот. Типа, если у вас идёт вот через какую-то призму, как для кого-то, я вам очень рекомендую эту книгу. Психотерапевтам нормально. А чё? Ты к психотерапевту будешь? Почитать. Она очень клёвая. Вот. У тебя есть типа два пути. Постоянно отвлекаться, постоянно забываться, да? И как бы всё это будет тянуться, но тебе вроде как полегче. Либо будет очень долгий неприятный путь, где ты будешь проживать это всё, но это всё кончится и не будет тянуться за тобой годами. Вот в этом дело. Поэтому насчёт расставания постарайся принять тот факт, что, типа, да, негативные эмоции существуют, но это не навсегда. Типа, всё окей, такое случается. Расставание — это всегда тяжело. Да, у меня это привоз... Блядь, опять донота не проходит. Я, короче, понравился одной девушке. Внешка топ, но прошлые отношения дали понять, что любовь не лучшая инвестиция в своей жизни. Как разонравятся девушке, притом не обидев её и остаться просто знакомыми. Чего, блядь? Я понравился девушке. Внешка топ. Но прошлые отношения дали понять, что любовь не лучшая инвестиция в своей жизни. Как разонравятся девушке, притом не обидев её и остаться знакомыми. Я просто игнорирую всё. Если боишься ей сказать напрямую, просто заигнори, она через время сама отвалится. Вот, всё. Ну, спасибо за 250 рубусов. Ну, я тебе говорю, как оно работает чаще всего. Просто начинаешь игнорить, не отвечаешь на сообщения, и всё, человек отваливается через время. Ну, найдёт кого-нибудь тендеровича. Незаменимых людей нет, чувак. Ну, там, можно. Бля, братан, нихуя себе! Погнали контент нахуй делать! Там Симонов стримит, блядь! Симонов нахуй, ёбаный в рот стримит! У него стрим называется «Пробуем!» Погнали к нему нахуй! Ну, а чё он там делает? Он же улетать должен был. Уже Нету стрима никакого. А ну-ка. У меня интернет плохой, у меня стрим будет плохо работать. К тому же. Там меньше больше, чем науне, а жирно. Наусь в аэропорту. Алё! О, спустя полчаса, блядь, отглючил опять. Алё! Охуенно! Куда вы звоните? Ну... Вы не туда попали. До свидания, вы не туда попали. Блядь. У меня пиздец как горит. Даже... Донатпэй, который я сру уже 4 года... Куда вы звоните? Ну, вы не туда попали. До свидания, вы не туда попали. Спасибо. Который я сру уже 4 года, он так не глючит, блядь. И не глючил никогда. Я тебя так сильно люблю. Смотрю каждое твое видео и получаю огромное удовольствие от просмотра. Ты большой молодец. А можно с тобой как-нибудь познакомиться поближе? Мне не важно, как ты выглядишь. Мечта карлика. Это роботизированный голос. Карлики. Давайте ещё раз послушаем. Я тебя так сильно люблю. Смотрю каждое твое видео и получаю огромное удовольствие от просмотра. Ты большой молодец. А можно с тобой как-нибудь познакомиться поближе? Мне не важно, как ты выглядишь. Ой, шутники, блядь. Это роботизированный голос, я же слышу. Как и голос Ленина, тоже роботизированный. Ванечка научился пользоваться вайс-морфером. Это SkyNet. Да нет, программка какая-то. Которую я не знаю. Тепличная, ну как-то, короче, вот такая хуйня. Это Эвелинушка. Я даже этого не замечала. Вот эту книгу у меня, короче, я её читаю. Я прям такая, ебать. Там есть истории, которые в пример приводятся. Просто как будто, блядь, с меня писали. Просто с меня. Типа, знаете, что? Мальчик или девочка такие, типа... Ну, мне, например, чел не очень особо интересен, да? Ну, типа норм. Но, как только он показывает какие-то свои травмы, и как только он показывает, что... Ну, ты мне не очень интересна, я сразу... Ебать. Я тебя люблю. Я просто тебя... Я не могу жить без тебя. И всякого такая хуйня. Вот. И, конечно же, типа... Я тебе спасу, я помогу. Вот он такой. Что он там делает-то? Сергей, крокодила спрячь на контроле. Сергей, крокодила спря на контроле. Мев спрячь. Что происходит-то? Сейчас, ребята, сейчас. Поистрюков перемену. Ну-ну. Какая... Звоните на таможню, пусть проверит его очко. Плюс в чад. Звоните на таможню, пусть проверит его очко. Плюс в чад. Все, проходит, проходит. Да, пойдем. Вон, все. Налетает, малыш. Ну, вот, кстати, можно... А, ссылка, закрыта, закрыта. А, вот открыта. Давай, пробуем. А я здесь. Да? Прости. А? Что? Товарищ Мусор, этот таракан особо опасный преступник. Проверьте его на наркоту. У него в планах сбыт и продажа кокса. О, документы проверяют, блядь. Документы проверяют, у молча. Идем. Да никуда он не вернулся. Он летит в Черногорию. В Котор, в Котор. Кланяйся. Дубль два, блядь. Дубль два, блядь. Вот так. Сейчас. А, так. Ладно. И какой у нас выход? Какой у нас выход? Вопрос. Ребят, какой у нас выход? Сейчас будем искать. Кланяйся. Ммм. Выход один терпит. У нас гейт не стоит. Нам надо найти табло посмотреть. У нас где-то час еще времени есть. А здесь? А потом все. Что-то я, чем дальше. Нет. Килл 300, дайв себе. Килл 300. Так. На дно. Ммм. Бля, опять глюки. Опять проглючил. Но сейчас со мной он изменится. Все будет иначе. А вот он сейчас мне не пишет. Но это он занят. Потому что вот. А так, да. А так-то он меняет. Ну, типа он думает обо мне. Ну, вот, короче, всякая такая хуйня. Прикиньте? Это жесть. Прям как у ванамаса, блядь. Являются всего-навсего переносчиками гена. Безвольно исполняющими его замысел. Ну уж, это не обо мне. Я подконтролен только собственным желанием. Не обманывайтесь. Все ваши желания, это его желание. А что ему нужно? Лишь бы вы благополучно сохранили себя до репродуктивного возраста. Оставили потомство и без лишнего шума очистили площадку для новых поколений. Например, никогда не задумывались, сколько длится вечная любовь? Вечность? Две? Где-то от 18 месяцев до трех лет. Больше на самом деле не требуется. Главное, ради чего этот проект задевался, вообще может уместиться в пару минут. Природа бережливая хозяйка и никогда не дает больше необходимого. К тому же, подразумеваемые метания и терзания чересчур энергозатратный процесс и не могут продолжаться долго без вреда для здоровья. Правда, иногда романтический период затягивается, например, если партнеров разделяет расстояние. Такой тип отношений антрополог Хелен Фишер именует притяжением из-за недоступности. Фишка в том, что если мозг чувствует, что удовольствие откладывается, он продолжает активировать дофаминовую систему, подталкивая вас к действию. Соответственно, крепнет чувство любви. Так что любви вопреки расстоянию не существует. Зато есть любовь благодаря разлуке. Если бы Монтеки и Капулети были капельку хитрее, они бы организовывали для своих отпрысков ежедневные принудительные свидания. В конечном счете, Ромео и Капулети друг другу бы опротивились. Продюсер Ревнов попал в психушку и ушел в депрессию с суицидом Black Metal. Это все старое. Представляешь, сколько малолетних Карлис проникнет с разумизмом Капланехи и будет себя вести так же. Представляю. Но меня это не особо касается. Этихиальная культура также не уживается с пониманием любви как неугасающей силы. Количество разводов относительно зарегистрированных браков, согласно данным Росстата по состоянию на 16-й год, составляет 61%. То есть расторжение брака является скорее правилом, чем исключением. Самым непростым периодом для семьи является рубеж от 5 до 9 лет совместной жизни. Именно на этот промежуток приходится большинство разводов. Принимая во внимание указанные выше цифры от 18 месяцев до 3 лет, эта продолжительность кажется еще неплохим результатом. По понятным причинам нет статистики, которая могла бы отразить число несчастных браков, в которых супруге непонятно зачем друг друга сен. Не первое, не второе, как вы понимаете, не играет в пользу концепции вечной любви. Так из чего состоит любовь? Берите скальпель, препарируйте. Первое, что попадается на глаза, дофамин. Стоит только забрежить обещанию награды, этот нейромедиатор выделяется в мозге. В 2001 году вышло исследование, в котором было доказано, что дофамин отвечает не за переживание и удовольствие, как считалось ранее, а лишь за его предвкушение. Это на его совести достать звезды с неба. Мотивация и движение. Он шепчет себе, не сиди же ты, как истукант, отойди к ней, заговори что-нибудь про глаза, маму и зятя. Должно сработать. И вот у вас намечается свидание. Ладони предательски потеют, а сердце ошалело мечется в груди, не находя выхода. Это мой друг, ничто иное, как норадреналин. Именно на его совести твоя бессонная взбудораженность, как будто током шарахнула. Норадреналин позволяет безраздельно сосредоточиться на объекте обожания. Из-за него мантра «Прочь из моей головы» не работает. Он заставляет нарезать круги перед окнами возлюбленной, а мысль о том, чтобы спокойно подождать на скамейке, чудовищно неосуществима. При этом уровень сиротонина, нейротрансмитра счастья без... У меня последний раз такие ощущения были, когда я PlayStation 5 бежал забирать из магазина. Это было что-то с чем-то, особенно когда этот карлик не мог ее найти на складе. Минут 15, я думал, все, пиздец. У меня прям там на месте чуть депрессия не случилась. Вот когда он ее вынес, у меня чуть не встал. Помните, это же Шевцов когда-то в обзоре на PlayStation 4 Pro, по-моему, сказал, что у него даже пипирка привстала. Вот у меня примерно так же было. Надежно падает, что только усиливает тяготение к партнеру. Лишь рядом с ней можно почувствовать себя счастливым, верно. Меланхолия Пьеро, сохнущего по Мальвине, как раз следствие этих изменений. Ложка икры, которая, как известно, богата трептофаном, пищевым источником для синтеза серотонина, возможно, могла бы облегчить терзание бедняги. Под всеми этими веществами ощущение влюбленного сравнимо с эффектом от употребления кокаина. И это не просто фигура речи. Исследователи из Сиракузского университета насчитали 12 продукцирующих состояния эйфории химических соединений, которые выбрасываются в 12 областях головного мозга одновременно. Мир без наркотиков и так прекрасен. Воу-воу-воу, подожди, мои бабушка и дедушка. Вот пример долгоиграющих отношений. Последующие годы отношений именуются учеными постным словом «привязанность». И характеризуются уже совсем иным набором гормонов и нейромедиаторов. И уж точно не будут хвастаться таким неистовством эмоций, красок и химических соединений. Уровень дофамина падает. Еще бы. Больше незачем петь серенады и крапкаться с цветами по пожарной лестнице. Выработка серотонина приходит в норму. От былой зависимости не остается и следа. На сцену выходят окситоцин и вазопрессин, призванные привнести в жизнь размеренность, душевную близость, супружескую верность. Правда, со своей работы, как показывает статистика разводов, они справляются реже, чем через раз. Остывание неизбежно. Секреция веществ, программирующих ощущение романтической любви, снижается. И бывшие любовники, некогда клявшиеся друг другу в неразлучности, как ни в чем не бывало, разбегаются в поисках новых доз. Ну и что? Кого любить? Определяю я. Я. И никто другой. Боюсь, что нет. Даже ваш выбор, взлелеенный во снах, вытканный из самого заветного, что в вас есть, сделан без вашего участия. Все начинается с критериев привлекательности, базирующихся на сугубо инженерном подходе к партнеру, как к средству для производства потомства. У девушки с округлыми ягодицами или парня с широкими плечами больше шансов оказаться в фокусе вашего внимания просто, как у более здоровой и перспективной особи. Это уж потом, задним числом, вы расскажете себе, как полюбили ее и его за прекрасную душу. Но вначале ягодицы. К тому же, никто не отменял эталоны красоты, принятые в культурной среде, из которой вы родом. Окажись вы простым мавританским пареньком на западе Африки, то почти наверняка отомились бы по некой юной особи весом в центнер. Так исторически сложилось, что в этой части света сексуальность женщины измеряется в жировых складках. Девушек буквально откармливают, чтобы придать им презентабельные формы. Выходит, ваш безупречный вкус не является вашей заслуженной. Ну и без чего не обойдется ни один разговор о свободе выбора, так это бессознательный процесс, происходящий помимо вашего я. Например, слышали ли вы о том, что привлекательность партнера определяется в том числе и по запаху? Вы делаете это каждый раз, руководствуясь ольфакторными маркерами, которые сигнализируют бог вести о каких преимуществах кандидата для спаривания. Вернее, не вы, а организм, ни разу вас не спросивший. Вот и все, что делает ваш объект воздыхания единственным из нескольких миллиардов подобных. Не последнюю роль играет принцип доступности. То есть те из вас, кто верят в предначертанность, никогда не задумывались, почему наши половинки всегда бродят где-то рядом. Они учатся с нами в школе, в вузе, работают в одном офисе, проживают на соседних улицах, у нас общие друзья, а мамы сводят нас всеми силами. Не посещала ли вас мысль о миллиарде или хотя бы миллионе других кандидатур, с которыми просто в силу географической расселенности вам никогда не встретятся. Прямо сейчас, где-то в Лиле на севере Франции, сонно улыбаясь, просыпается девушка, которая создана для тебя, но вот беда. Если бы не этот выпуск, ты никогда бы о ней не узнал. Но даже узнав, вряд ли что-то сделаешь с этой информацией, но ничего, можно ведь обойтись альтернативой поближе. Тем более, вероятнее всего, выбор за тебя уже сделан. Это и есть любовь. Сухой и практичный расчет природы, явление для которого с таким трудом подбирают слова, все больше прибегая к многозначительным и ни к чему не обязывающим недомовкам. Как обычно бывает, предмет оказался проще, чем представлялся на первый взгляд. И стоило ли далеко ходить, если самое главное о любви уже написано? Дофаминергическая целеполагающая мотивация к формированию устойчивых парных связей. Именно так эта штука зовется в нейробиологии. Часто данное состояние может принимать довольно острые формы, перенастоя... Карликов никто не ждет. Зачем вообще, чтобы вас кто-то ждал? Объясните. Вот это стремление. Надо быть самодостаточным. Чтобы это были не пустые слова. О самодостаточности. Надо жить так. Пара-пара-пара-пара гнедых, это пара-пара-пара гнедых, ты нас снимай поближе. Пара-пара-пара гнедых, запоряженных опадады. Ваша хозяйка в старинные годы, много хозяев имела сама. Ближе нас снимай всех. Подальше от дороги. Подальше от дороги. Паша. Самость превыше всего. Ну, самость это цель. Алло. Это цель. Далекая. Не, никакие донаты не приходят. Это всё старьё. Это всё то, что было. Да уж. Сегодня особенный день. Хозяйка в старинные годы, много хозяев имела сама. Опытных в дом приводила из моды, а более нежных сводила сама. Опытных в дом приводила из моды, а более нежных сводила сама. Пара-пара-пара гнедых, это пара гнедых, пара гнедых, запоряженных опададых. Пара гнедых, пара гнедых, пара гнедых, запоряженных опадых. Танцую. Сука, шпина, коротяк, у неё засыпал. Пара-пара-пара гнедык, это пара-пара-пара гнедык. Пара-пара-пара гнедык, запоряжённых поддадыдых. Пара-пара-пара гнедык, запоряжённых поддадыдых. Снимай женщину. Они все в виде кадре. даааа блядь парпарагнит их этох парагнит голод вечно Вечно придёте, вы мелкой рысою, парогнятых, это парогнятых. Вечно придёте, вы мелкой рысою, парогнятых, это парогнятых. Ваша хозяйка в старинные годы, много хозяев имела сама. Наконец-то. Хорошие опенинги. Не бить. Вот она, пила. Шоу-уэм, это шоу-уэм, это шоу. Это круто. Шоу-уэм. Опа. Автор как орлик. Нет, самый пиздатый опенинг, это Sailor Moon и этот, как он называется, психопаспорт. Там, где... Почему-то за опенинги, блядь, постоянно авторка прилетает. Странная хуйня. Как думаешь, почему Ванечка начал ездить по городам, а не сидеть дома? Куда вы звоните? Куда вы звоните? Депрессия. Вы не туда попали. До свидания, вы не туда попали. Это всё депрессия, карлик. Попытка сменить обстановку. Психологи же советуют сменить обстановку. Вот он сменяет. Но ему не поможет. Ему надо уже на таблетки садиться. У него с головой не в порядке уже. Явно. Тут меня воспитывают сотрудники эфировской полиции с объяснением, как от нее относятся к чеченцам, мусульманам и матери Рамзана Ахамановича лично. Я хочу вместе с лордом сюда потом вернуться и в глаза им посмотреть. Распрохрани, пожалуйста, всем, чтобы машину остановили, меня в психушку в Твери везут. На вертолете забрали и к ним отвезли. Я очень переживаю. Это не воспитательные акции тут устраивают. Тверские хуесосы оборзевшие нелюди. Значит, цены моего надо там не трогать, не штурмовать до моего приезда. Я договорюсь, чтобы его не тронули. Ну всё, это можно вот так. Ему надо шпачиху только на диванчик посадить всего лишь. Да, ему не поможет, я говорю. У него нарушение в мозгах уже, баланса. Баланса веществ. Это всё с бухла. У меня дипломированный психиатр, детский правда, он сказал, что вонюша все вот эти рейджи и депрессия это всё от бухла. Потому что он просто алкаш, судя по всему. А не шиз. Поэтому он так вот, карлики. Нанюша и так ребёнок. Ну да, малыш, который литр пива каждый день пьёт. Каждый день пить это такое, конечно. Он и до этого странным был. Но есть люди с предрасположенностями. Знаете, мне ещё давно, лет десять назад, психиатор в инкомате сказал, что здоровых людей нету, есть недообследованное. Понимаете? Это провокация, так и скажи. Спонсора Алифинков, исполнителей, ты всех знаешь. Охуенно, ребята. Поэтому терпите. Как Хован будет пить, пока здоровье скажет нет. Ху-ху-ху-ху-ху. Ху-ху-ху-ху. Хуй знает. Есть алкаши, которые живут по сто лет, блядь. Ну не сто, но лет семьдесят пять. Ванюша кортизол десять тысяч. У меня вот самого кортизол тысячи семьсот, прямомаксимум я в шестьсот. У меня рейджи тоже проскакивают иногда. Ммм. Ммм. Магний надо пить. Магний успокаивает нервы. Сон улучшает. А иммунитет повышает. А иммунитет повышает. Вот это и есть ваш смысл жизни, который он случайно открыл, да? Я где-то проебал этот момент. Видимо на старом диске остался. У меня момент топовый. Ммм. Ну вряд ли. Если у Хавани панкреатит уже был, когда ему не было тридцати, то обычно панкреатит это болезнь пожилых людей. Ну сейчас все болезни молодеют, карлики. Я тебе скажу, что... Ну что он там? Да блядь. Шерек, я тебя хотел спросить, как ты так? Ты постоянно трезвый. Ты вот все время вроде как выпиваешь, ты постоянно трезвый. А что мы пьем? Я говорил, какой магний надо пить. Американской компании, я забыл как он называется. Но он стоит недешево. Он реально помогает. Я на себе проверил. Да. Да. Не, ой. Не у второго номер 360. Я тебе говорю, у тебя просто, ну как бы, все складывается. Ну ты знаешь, что такое зашквар? Действительно, вчера две тачки приезжают, одинаковые номера. Прикинь, вообще это пиздец, блин. Майбах приехал. Этот. Все одинаковые номера. Майбах. Майбах. А это приезжает, там Шкода или что там, я не помню. Даже Майбах подкатывали. Бух, блин. Привет, кругленький. Смотрю тебя с пеленок. И спустя года терпения отдаю свой первый донот именно тебе. Спасибо за стримы. Без тебя было бы совсем грустно. Помню тебе, еще к тебе заглядывал, увидел, как ты стримил с тянкой на вебку. Ух, хз, шиза у меня ли такое и вправду было. Ты еще затирал, что тебе 16 тогда. Есть карлики, кто помнит те времена? Нет, с вебкой я точно не стримил. Это вранье. Овсянкой стримил, да. Эти стримы валяются даже где-то в ютубе. Было такое. Это было два года назад. Два года назад, даже чуть больше. Да, есть, конечно, тут те, кто помнит. Есть. Ну, короче, сейчас, ну, час двадцать где-то ездить еще, да? Ну, может, что нету, они в школку сейчас собираются. Мамка их там гоняет за тетрадками, за дневником. Что? Что, купили уже дневничок? Новенький. Дневничок, рюкзачок. Постирала мамка вам рюкзачок? Пиджачок. Пиджачок купили школьный. Не, ну, я там помылся, там побрился, там нормально. В принципе, нет, к отелю вопросов нет. Нормально. Блядь. То, что они могли, конечно, я понимаю, там бюджеты свои. Нормально. Да ничего, и бассейнчик, и так ничего, ничего. Стрем с вебкой? Не, не было с вебкой, точно не было. Без вебки все было. Заеду, я не знаю, дай бог мне добраться где-то. Я так по ощущениям часов в семь утра буду. Ну, вот у меня опять ночь бессонная сегодня. Опять ночь бессонная, да. Ночь бессонная, но ничего, потерпим, потерпим. Приеду там у Басика, надеюсь, все будет нормально там. Как-то мы... Да. Да, да. Он тоже пишет, почини донаты. Видимо, у него тоже, наверное, сглючит. Рапорту, как ты умеешь. И вопрос, сколько будет стоить нассать в штаны? Плачу 10к. Чат он лучший, ставим плюс. Обнял, обнял, обнял. Обнял. Все будет нормально, ребятки. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Мне надо сейчас добраться до места первое. И карты эти переподключить, короче. Вот и один телефон. Ну ладно, один оставлю. Хотя бы один телефон мне переключить. Вот тогда вот будет вообще нормалек. И так выяснил. Путин хуйла, Путин хуйла, Путин хуйла, Путин хуйла. Троллят малыша. Потом опять выловят его. По поводу бухла Чтобы ловить такие рейджи Нужно изначально быть к этому предрасположенным Эрик Маранга, например, не прыгает на камеру И не орёт как дебил И алкоголь только раскрывает то, что уже есть Оцени игру Блин, ну есть люди, которые Обычно в жизни так происходит Если человек в жизни додик То если он будет пьяным Он будет ещё хуже А если человек в жизни нормальный То он и когда выпьет В принципе нормально себя ведёт Но это по моим личным наблюдениям То, что я видел А, я видел эту игру Ещё давно-давно Мне не понравилось Не понравилось Типа закос под Dead by Daylight Блять, блять, ебучий Давайте, 1080 поставим Вытащит интернет, не вытащит Тут надо остановить Такой высер И VL Dead Лучше сидеть в ДПД Десять тысяч каток отыграть Да блять, ну видите О Мне эта игра Блять, да сука Я нахуй Borderlands Нахуй Ой, сука Блять Я вахую Закос под Dead by Daylight Блять На очередной Только с расширенным арсеналом С пистолетами Со всякими там Битами и палками Ну я лично в этом смысла Не вижу На мой взгляд Этот жанр Он уже не интересен Абсолютно Кто быстрее дойдет Черногория Вот это был бы топ-контент Она же сейчас В Фергане Это в Туркменистане По-моему Поэтому она точно Не успеет Быстрее Симы Ну а пусть он даже И приедет туда Все же через суд Будет решаться То, что он там Допустим Замки поменяет Ну и чё Ничего не изменит Поэтому как бы У Симы Плачевная ситуация Я думаю Он и сам это понимает Поэтому он и продолжает Бухать Только поэтому Нему уже Ничего не надо Вот так вот То есть у него Такое Типа Либо все Либо ничего Алло Пэцкарлик Я знал, что тиндер кал Но решил все же Посмотреть своими глазами На местный контингент Пролистал около 200 баб И не поставил ни одного лайка Так что терпим дальше Ты знаешь Какой парадокс Я заметил Когда там В последний раз сидел Это то, что там У этих баб Даже Лица одинаковые Одинаковый макияж Одинаковое выражение лица Вот реально Как будто бы Один человек С одного человека Взяли Скрин Моушн Моушн капчер И просто с разных ракурсов Отфоткали И наделали Кучу страниц Вот реально У меня такое ощущение Складывалось Может быть Я шиз Мне это кажется Но уж извините Это Реально Мои ощущения Из того, что я видел То, что Блядь Просто Одинаковые Болванки Тупо НПС Даже Не то, что НПС А у людей Даже лица Одинаковые Понимаете Мне это страшно Все наши А, ну вот же А, ну вот Вот это у меня из окна Максимальная планка А не важно Я же говорю Количество подписчиков Не решает ничего Решает просмотр Может быть и миллион Пилами голову Нахуй Отпилить Сука Для скоту Только Медленно О, это реально Комнаты 12-11-203 От Оли И Андрея Может быть Хоть миллион Но это не важно Понимаешь Он как у Ревазова У него Миллион подписчиков А просмотров Пять тысяч В общем Эта аудиозапись Предназначается Одному Ёбаному Додичу Из 209 Комнаты Лешенька Хорош дрочить Найди себе девушку И перестань Нам в беседу Блин Скидывать Всякую хуйню По типу Этихстримов Бля Чувак Извини Пожалуйста Наши завтра Пизда Чё Блин Ну-ка Еще раз Хотя хуй А, наверное, этот челик же здесь сидит, если он ссылки кидает. Это, да, 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 всё, до меня дошло. Он же, значит, здесь сидит, если он эти стримы кидает им в беседу. Ну, 1250 рублей, спасибо, кланяемся, так сказать. Видимо, они в общаге живут. Давайте ещё раз послушаем этот прогон парамотов от Нормиса. В общем, эта аудиозапись предназначается одному ёбаному додичью из 209-й комнаты. Лёшенька, хорош дрочить, найди себе девушку и перестань нам в беседу, блядь, скидывать всякую хуйню по типу этих стримов, блядь, чувак, извини, пожалуйста. Но тебе завтра пизда. Лёшенька, это живцов, что ли, блядь? Не, ну, 1200 рублей скинул, как бы, не 300, а 1200, видите? Так сказать, спасибо в любом случае. Видимо, какой-то при деньгах. При деньгах, Карлик, поняли? Это про Хикана. Может, и про него хуй знает. Привет! Привет всем, с вами Катиша Аварис, знакомик, ютуб-блогер и немножечко инженер. Сегодня я хочу приготовить желудка у микроволнов. Получится дичь, наверное. Я решила поставить камеру, чтобы... Если получится дичь, то пусть это будет хотя бы прикольно, да? А не просто, я проебу продукты и будет невкусно. Так, сейчас я узнаю, что там надо. Шерлотач. Привет! Мы на кухне, и пришло время отвлечься и порадовать себя. И эта неделя у нас будет специально для тех людей, которые любят экономить свое время. Просто потому, что все рецепты на этой неделе будут готовиться в микроволновке. Я, кстати, тоже решила поэкономить свое время, и поэтому наклеила реснички. Мне показалось, что это будет быстрее, чем макияж. Но, как же я ошибалась. Мне просто пришлось потом с глаз стирать какую-то черную слизь и слюнями. Не нужно ничего варить, не нужно ничего жарить, нужно... Ой. Для шерлотки и так не нужно ничего варить и жарить. ...современной техники и за несколько... Вау, мы будем пользоваться чудесами. ...минуты приготовить самые разные блюда. И сегодня мы будем готовить достаточно классический десерт, который любят, мне кажется, многие. Это шерлотка. И детям ее будет в микроволновке. Пойдемте посмотрим, что нам нужно для чего-то... Да, карлицы себя рекламят, рекламят. Пойдемте. ...сам понадобится сегодня стакан пшеничной муки. А это у меня есть. Также мы возьмем примерно 3 яичка. Во многих ресепках, что шерлотки... А, дядя, дядя, дядя... Держись. А я буду стакан. Ой, бля... О, у меня есть сахарная пудра. Потому что у меня есть вагина и сиськи. И вообще я женщина. Поэтому да, сахарная пудра у меня тоже есть. ...добавляемый запах этой шерлотки. И нам понадобится еще сливочное масло, чтобы смазать нашу форму. Ну и разрыхлитель. Если нет разрыхлителя, берите соду, получайте ложечки соды, разбавите уксусом и все. Добавляемый запах этой шерлотки стоит 7 рублей. Прежде чем приступим к тесту, разберемся с нашими яблочками. Сейчас разберусь с яблочками. Яблоко, ебаная. Слышь? Порезать на дольки. Я думаю, что одного яблочка нам будет достаточно. Форма у меня небольшая. Прикладываем пока что в тарелку. И к нашим яблокам добавлю немножко сахарной пудрой. А как это? И добавлю порошок корицы. 0 из 10 на карлице. В зальчик бы пару лет походить. Такие няши и смотрят. До совенка по степени кринжа никогда не дотянет. У меня только карлики смотрят. Нет, это не моя бывшая. Все, я пока что займусь вот этим. Так, сейчас, ребят. Пойдемте на кухню. На кухне вообще пиздец, да? Я только здесь ремонт сделала. Вот это моя студия, можете на нее полюбоваться. Не на меня, вот на студию, пожалуйста. Пойдемте на кухню. На кухне пизда, сразу говорю. Пиздоганищая, блядь. Все, пиздоганищая уже началась. Секундочку. Пиздоганищая уже началась. Может какой-нибудь русский фильм назвать так. Так, вы запомнили? Блядь. Все, пиздам. Так, ребят. Я на кухне. Это единственное, наверное... О, бля, пыль. Ладно, похуй. Хозяйка я так себе. Короче. У меня есть яблоко. Оно ждет уже больше недели, что я вот этой хуйней займу. Бывшая на Гелендвагене. Та, которая на Гелендвагене, она не моя бывшая. Я с ней... Я ее игнорировал. Это у нее появился ебарь, когда она похудела на килограмм 20. Достаточно как раз маленькая. У меня есть размораживающаяся свинина. Наверное, я переговорил куда-нибудь. Не странится ванюши. Ты знаешь, я не удивлюсь, что через пару лет у тебя такого плана у него появится. Яблоко и не мытое... Не мытое все. Все, теперь все мытое. Все, давайте резать. Как волосы налипают. Я ресницы. Так, что? Тупые ножи, как... Как же классно. Тупые ножи. Тупые, как мой ебаный бывший. Любой, блядь. Можете любого показать. Блин, а где... А где слицелина? Почему слицелина нет? Я не знаю. Яблоко из пятерочки. Возможно, оно мутировало каким-то образом. Но слицелина я не вижу. Яблоко вкусно. У меня одно. И если не получится, я восстановлю, что яблоко исполню. Кстати, это самое то для ванамаса. Она же какой-то нищий пирог делает, да? Ну, заебись так-то. Ну, хоть что-то там получилось. Почему яблоко, а не груша? То есть, типа... Бля, я хуй его знает. Это была крышка, ну, как бы вот такой формы. Бля, я хз. Может, это должно быть, конечно. Ладно, у нас еще вторая шеллошка. Ну, я в ахуе. Просто крышка распала. Ладно, сейчас другую сделаю. Это я вынула первый кекс, и он что-то сыровато как-то немножко выглядит. Но, возможно, в нем еще как бы пластик с этой стороны, поэтому я хуй знает, можем ли его есть. Давайте хоть с этой стороны попробуем. Горячо, горячо. Все, ради вас. Нормально. Нормально. Если бабок нет дома, но есть вот здесь всякие базовые продукты для людей, которые обычно с пиздой в возрасте, да, то, в принципе, вот из нихуя можно приготовить вкусность. Достаточно, достаточно приятно. Не так вкусно, как шоколад, конечно. Слёмся, бля, слёмся. Под тетринок, под фонтан. Бля, ебоже, блин. Вот некому заточить пилы, ножи, карлица. Нет рядом надежного 150 на 140, чтобы чувствовать себя как за стеной. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Да. Да-да-да, именно так. Хи-хи-хи-хи. Ну иди, заточи ножи. Чё стесняешься-то? Чё стесняешься, маленький? Напиши напрямую. Хочу заточить тебе ножик. Интересно твое мнение по поводу Нефёдова. Недавно зашёл на его канал, посмотреть, как дела. А там сплошная зоофилия. Как думаешь, он ёбнулся ли это попытка реанимировать канал Миллионник, где максимум 10к на ролике? В смысле зоофилия? А, он типа... А, так Нефёдов же фанат Шарика. Толи Шарика. Он у него постоянно под роликами там комменты оставлял. Мы тебя очень любим. Это, он фанат Толи Шарика. То есть, это попытка реанимировать. И плюс, да, человек смотрит Шарика на постоянной основе. Поэтому, если он пытается там что-то политические новости какие-то делать, я не удивлён абсолютно. Человек решил своего кумира закосплеить. Понимаешь? Там нахрен не надо. А вот могут и докопаться. Да. А ты бы хотел? Скажи, мне бы хотел, чтобы я от меня езжал. А чё? Да, пацаны, спасибо. Сейчас донаты... Вот почему Симонову звонят одни мужики? Почему ему не одна, хотя бы шестёрка, семёрка ещё не звонила и не просила встретиться с ней? Карлики, есть у вас ответ на этот вопрос? Ка, мы так уже тут по-лёгкому, по-лайтовому варианту. Я уже всё. Ну так и всё сгоняем, чё-то. Шпачиха не шестёрка, шпачиха тройка в лучшем случае. Куда вы звоните? Ну вы не туда попали. До свидания, вы не туда попали. Ух ты, нихуя. Ещё, ещё один. Блядь, чувак. Ну короче, денег немножко имеем, так что можем себе позволить повторный донат. Короче, аудио, РВ, тебе там от Лёшки должен прийти донат. Ну в размере 100 рублей плюс-минус. С извинениями в адрес Андреев. Так что жди. Если он не отправят, то он пидор ебаный. Ну а чё-то я не вижу, чё-то мне пока ещё ничего не приходило. Вот Лёшки, Лёшка. Нету. Нету. Ну спасибо в таком случае. Видимо, видите, вот вы писали, вообще жить и живут. Ну, значит, им норм жить. Насчётчики Лёшенька. Затерпят Лёшенька. Выяснение отношений через донаты. Новый уровень. Шпак на 4 из 10 объективно. Ну, если накрасятся, если, типа, нормально приоденется, то да, так уж и быть, 4 с плюсом. Да. Как думаешь, вот видишь, это диагноз или это что-то нормальное. Да хуй знает. Я обычно в этих вопросах людей не осуждаю. Пусть дрочат на чё хотят. Ну не, ну конечно, в рамках разумного. Есть ёбнутые люди, которые дрочат там на всякую расчленёнку, там, каких-то, там, когда им там, так сказать, на яйца наступают, они возбуждаются. Ну, это, блядь, это уже странно на самом деле, не знаю. Но я всякое в своей жизни повидал. В бытность, когда на двочах тусил. Вот, ну есть, конечно, очень странные фетиши у людей, это правда. Ну, фут-фетиш это самое безобидное, на мой взгляд, из всего того, что есть. Это самое такое, типа, ну, похуй. Это. Слышали же уже, я думаю, про эту бабу-анимешницу, которая котят резала. Я думаю, все уже слышали. Она канал себе удалила и поудаляла все социалки. Странно. Из Славянска. У Евелинушки новое видео. Ну, задонатьте, посмотрим. Я бесплатно не буду ее включать, я же говорил уже миллион раз. И крысу убила. Да, да, да. Лучше бы она львя отрезала. Ее уже слили. Не слышали, но аниме иллюстраторка, я забыл ее, ник. У нее было около 100 тысяч подписчиков на ютубе. У нее вот она сидела на веществах и резала животных. Думаешь, она скоро... Да не выпилится она никуда. Обычно такие люди, они никуда не выпиливаются. Мори Гуи Гяру. Да, да, вот это. Вот это. Больше всего среди баб живодеров в последнее время. Так, бабы, они более жестокие, я вам скажу. Я заметил, я просто присутствовал несколько раз на женских мордобоях. И женские мордобои куда более жестокие, чем мужицкие. Реально. Бабы, они бьют вообще именно не с целью, чтобы вырубить, а с целью, блядь, покалечить, нос сломать, глаз выбить. То есть, реально, вот такие атаки производятся. Чисто, чтобы покалечить уже, не просто там травму нанести. Вот. Ну, это мои наблюдения, не знаю. В глаз, да, в глаз, в глаз. Ну, давайте смотреть, мы поженились. Нищие 720. Это, кстати, подруга Эвелинушки. Манилоун. Мне в рекомендациях выдалось. Так и быть, соглашусь. Я Савельева не осуждаю за стропон. Я его призываю признаться в том, что он гомосексуалист. Это он врет себе и окружающим, что ему там женщина нужна. Ему никакая женщина не нужна. Ему нужен мужик с хуем сантиметров 30, чтобы он его долбил, как сучку. Это все. Уважаемая Алина, согласны ли твои создать совместную семью с Виктором Гусевым и стать его женой? Да? У меня неправильно посетило размеры колец. Алло. Может он би? Да нет, он гей настоящий. Я тебе точно говорю. База. Он точно гомосексуалист. Потому что задавать вопросы бабам, типа, А как ты будешь относиться к тому, что я тебя с другим мужиком буду изменять? Ну, типа, блядь. Нормальный человек такие вопросы не будет задавать. Он сразу скажет, я бисексуал. Мне, типа, нравятся мужики. А он вот пытается вот это... Подавить в себе вот это гомосексуальное начало. То есть он в отрицал ее. Но ему давно пора принять свою сущность, что он пида. Вот и все. Помни, где живешь, в какой стране? Где женился и развелся? Где впервые укололся? Где работал этот пассажир? И куда ты прешь? Ты в какой стране живешь? Никогда не забывай И место свое знай Слышишь яный крик? Не служил ты... Леша, вождь терпения, 211б, извините. Андрей, извини, я, Леша, люблю сосать пенисы мужчин честной судьбы. И да, я был неправ. Мэдисон топ, люблю езать яички. Пиздец, там какие-то баталии, походу, по поводу медиа личности. Ну вот так вот, все, карлик извинил и соклонился. Хе-хе-хе-хе-хе. Он же давно хотел свалить. Еще год назад он говорил, что хотел в Польше вроде бы там куда-то яблоки собирать. То есть у него эта идея давно назревает. Прилистал еще 150 карлиц, это фиаско. Насчет NPC ты прав. Все тянут как будто через Ctrl-C, Ctrl-V. У всех губища, да? Либо накачанная, либо ботокс чуть-чуть туда подкалывают. Это только не ботокс, а кислоту. Как она-то называется? Алло. Брови, да, брови, СВЧ лицо, да, провинциалки. Да, да, да. Фотки в ресторанах на отдыхе и далее по списку. Да, 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 да. Ну, а что ты ожидал карлик? Что они будут фоткаться на фоне стримов Симонова? Или там на фоне Году Вара, блядь. На 4К Монитре. Нет, у них другие... Ой, блядь. Да что я делаю? У них другие интересы. Зажигай зал, зажигай зал. Я хочу, чтобы он горел, а не оставал. Это. У них другие интересы. Поэтому туда стоит заходить либо с целью патрулить мимо кроков с женской страницы, да. Либо с целью, ну, ознакомиться с тем, кто там сидит. Какой контингент. Вот и всё. А что-то там всерьёзку делать, я не знаю. Ну, может миссис, это его реальная личность, поэтому он по мужикам. Ну, наверное, я так думаю. Ты родился только лишь, чтоб трупа, свобода, не укасла никогда. Чтоб не думать так, намотай себя на вал. И почувствуй не до конца, как ты в сосну хуйца. Утонуть в своей племботе, вздохнуть в троцах на работе. Или в подворотне от ножа. Отсидеть полжизни нахуй, заработать я, слупаха. Это всё возможно в ССЖ. Пошло всё по пизде. Это смысл ССЖ. 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 Неужели ВСЖ настолько плохое? Нет, оно не плохое. Почему? Это Ванюша донотили, вот он и тут карлик решил. Нет, ВСЖ это неплохо. Просто не каждому дано выжить здесь, понимаете? Некоторым реально тяжко в условиях замкнутой ВСЖ системы живется. Утонуть в своей блевоте. Завтра на смену поставь это для стимула, а желтоволосая в Израиль свалила. Ой, блядь, это ты опять. В Израиль свалила, между прочим. А у вас, как карлики-гайки, норм крутятся. Так она же на онлифансе там, ого-го, сколько зарабатывала, я уверен. Что ты думал? Желтоволосая твоя тебя, что ли, ждать будет? Тем более, я помню, ты писал, что ты с ней в Дискорде общался, что-то там разочаровался в ней. Хотя там, блядь, без общения в Дискорде понятно, что она, ну, не в себе. Напомни её ник, напомните её ник, сейчас зайду на её канал, посмотрю, что там у неё. Целёте, блядь, целёте! Под Т3, ну, под Вантер, блядь, блядь, блядь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересно твое мнение по поводу... ой, стоять. А, последний донат на сегодня. Спасибо за стрим, помню, 15-й год поехал в кино на Духлес-2, потому что читал, проминаю его на Лурке. Тогда кинотеатр работали, Козловский не был так зашкваренки. Но 5 из 10 на один раз пойдёт, там и узнал про этот трек. Я даже книгу читал. Только первую. Не знаю, есть ли книга по второму фильму, но я только первую читал. Ещё я читал Затёлки. Затёлки. Так, где ник? Ник этой бабы. Карлик думал, что поимеет, это вот хреновый совы ему. Медуза Катриня. В СЖ это весь бывший постсовок. Медуза Катрин. О, боже. А где ссылки на онлик? Сейчас посмотрим. Бувший парень моей подруги. Сейчас посмотрим, Карлики. Вспомним, так сказать. Азы. КОНЕЦ. 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 Уже всё начинает таять. Я уже чувствую запах весны. Птички стрекочут. Какашки появляются. И становится очень тепло. Уже в зимней куртке жарко. И я обожаю начало весны. Сегодня я буду готовить желе. Я никогда в жизни не готовила желе. Это будет твой первый раз. Она мне напоминает... Алло. Рыжую ранетку. Я не строил никаких иллюзий насчёт Тиндера. Понимаю, что мы из разных вселенных. Но ожидал, что хотя бы пару тян обыкновенных можно встретить. Среди 250 плюс пролистанных. Тем более в терпитере. То, ну, увы. Ой, чувак. В Тиндере нету обычных. Там даже те, которые выглядят как обычные. Пролистываешь там пару фоток её. Там сразу всё на лице написано. Бессмысленно это. Бессмысленно. В направлении биопроблемного вопроса. Вообще бессмысленно что-то делать. Я уже сто раз говорил вам. Можно что-то делать. Вот, например, залегаться в Тиндере. От имени бабы. Чтоб порофлить. Вот это можно. А там... Ну, короче, блядь. Вы поняли. Коньяча, Минасан. Сегодня начинаю свой влог о том, как я экстренно репатрируюсь в Израиле. Сегодня я собираю чемодан. И завтра я лечу в Москву. В Москве буду два дня. А потом лечу в Израиль. Вот так. Меня ждёт очень долгий перелёт. Я вообще на самолёте не летала уже лет 10. Со школы. Меня больше с вами беспокоит не тот факт, что я могу не остаться в Израиле. А то, что лететь будет очень долго. И, по-моему, мне кажется, я боялась раньше самолёта. Надеюсь, что будет всё хорошо. Сейчас я покажу вам свой шубодан. Он, короче, жёлтый. А ещё я вот такую штуку купила. И сделала ей вот такие штуки. Потому что мне хотелось бы, чтобы вот эти хрени... Коньяча, Минасан. Сегодня я решила покрасить свои волосы остатками краски, которые у меня есть. Краска из Америки до сих пор мне идёт. И даже не знаю, дадёт ли она когда-нибудь до меня. И мне даже интересно, будет ли продаваться вообще какая-нибудь жёлтая краска. И можно ли будет её заказать. Глядишь, я стану коричневой. Нет, это только в страшных снах. Коньяча, Минасан. Welcome back to my channel. Нет, смотрите, надо по-другому. Сейчас, подождите, секундочку, секундочку. Welcome back to my channel. Хей, Дора, готово! My breakfast. Добавим капельку английского в сегодняшний день. Паста. Or макароны. Хер знает. Салат. Я не знаю, возможно, это салат или что-нибудь ещё. Но мне кажется, что это салат. Капов кофе. Это I'm watching YouTube. Очень сильно не хватает мне хлебца с арахисовой пастой. Но пока что так. Сегодня я иду стричь свои волосы к своему другу Сергею. У меня они, на самом деле, уже довольно сильно отросли. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно всё. Особенно воск во счастье. Только в уборную. И сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай моток. Потому что пространство сделано из коридора. И кончается счётчиком. А если войдёт живая, пасть разъевая, выгони, не раздеваясь. Не выходи из комнаты, считай, что тебя... Эх, карты. Что интересное разве, стены и стула? Зачем выходить оттуда, куда вернёшься вечером? Таким же, каким ты был, тем более изувеченным. О, не выходи из комнаты, танцуй, поймал бассейн. В пальцах на головой тело, в тупках на боссу ноги. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв. Ещё одна будет лишней. Алло. Не выходи из комнаты, опускай только комнату. Догадывается, как ты выглядишь. Не вообще не помню, ты в досумках заметила. В форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты, на улице чайник франция. Не будь дураком, будь тем, чем другие нет. Не выходи из комнаты, то и сдай волю в небо. Сидись лицом с собой, запрись, заперекаривайся. Шкафом откровался, космоса, эрлса. Красный. Вирус. Красный. Вирус. Самость в пути. Опа. Мирелька, разумеется, из Израиля сбежала от армии обратно в Москву. Ну, как и ещё один этот Кац, некий Кац. Тоже сбежал же, не захотел в армии служить. Кстати, напомню, у меня карлик, надо проставить. Песня терпения. Он работает, не захотел в армии. Ты не видишь в небе море, ты только собой доволен, поднимаемся с отна, если бы любовь была, мы красивые и мы счастливые, но не хватает чего-то нам, сарафаны, конфеты, бесконечное время, так приятно, но берега, так быстро заливает, как вода вскипает. Субтитры сделал DimaTorzok Ой, блядь, что я сделал, сука, ну нет, так нельзя. Тиндер что женского, что мужского ака, это цирк, додики с обоих сторон. Огромная удача, что я нашла там нормального человека и теперь терплю вечера здесь. Спасибо за стрим. Ну, странные люди. Странные вы, конечно, странные. Не знаю, найти в тиндере кого-то нормального. Обычно в тиндере же находят, ну, ищут, чтобы поебаться чисто. И мху. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, я в компьютерные игры сейчас играю, гуляю, мне вообще заебись. Нам надо найти своё занятие о карлике, реально, которое вам будет не просто нравиться, а, возможно, даже обеспечивать вас, чтобы это было не как работа, а типа как хобби. Я не знаю, возможно, три стакана на сей часовой вас спасёт или создание каких-то музыкальных клипов или чтение, например, ну, или катание на велосипеде, блядь, да что угодно, я не знаю, чтобы меньше вот бред всякий в голову влез. Абсолютно нет. Дрессирую, ребят, за деньги. Чё, блядь. Гайку точить это хобби, это работа. Чаще всего ненавистная, кстати говоря. Началось всё с того, что мы... Терпение может деньги приносить, но когда придумают приспособления, с помощью которых на терпение можно будет майнить, например, или добывать электричество, ну, тогда да. Сначала, естественно, подали документы 20 июня. И 20 июля у нас уже была свадьба, то есть у нас был свой лишь месяц на подготовку. Это счастливый Витя, бежит отдавать документы. Отвезу не, да. Покажи свой лук на свадьбу. Ой, ну давай я теперь твой покажу. Это Виталина у нас такая. В шортиках Егор Кридо. Бежим, надо заплатить. Последние гроши свои отдать на счастливую совместную жизнь. А не успею. Беру жёны эту красавицу. Вот такая у меня симпатичная девочка, умная. Обзор. Берите мерч. Витя, это видео со свадьбой, какая реклама. Хотя, надо покупать вещь. Мы уже документы подали, на самом деле, мы просто забыли снять. Короче, как-то не до этого было. А видите, ещё помимо его прекрасного пивозавра есть клеймо раба. Блядь, взял на роспись эту пуню пиздец. Думаю о работе, блядь, каждые 5 минут. Никому не пожелаю. Ой, давай мы такие, типа, милые, такие, типа. Их тени держались за ручки. Нет, правда, я очень рад, что мы с тобой здесь. Короче, вот такое вот место. В чём прикол жениться? Не знаю, фильмов насмотрелись каких-то, наверное. Плюс общество. Общество давит. Особенно оно давит на баб. На мужиков тоже давит, но на баб сильнее. Потому что им надо детей рожать. Мужик-то и в 50 может ребёнка заделать. А бабе надо до 30. И на них вот это мамы, там бабушки. Вот это давай, давай, вот это, блядь. То есть там комплекс целый. Комплекс проблем с вот этой женитьбой. Да. Громадная. У меня так солидно выглядит. Удобно очень. И всё в одном месте. Там министерство спорта и культуры. А министерство... Твоего очка. Министерство твоего очка. Это брать имущество. Ну да, я говорил, что прикол женитьбы всегда был. Это объединение капиталов. Вот и всё. Это чисто денежный вопрос. Объединить капиталы, объединить усилия, чтобы лучше развиваться. Поэтому я говорю, что... Алло. Жениться должны только Абрамовичи с Берлускони. Или там Березовские с каким-нибудь... С каким-нибудь Стивом Джобсом, блядь. Я не знаю. Вот это имеет смысл. А когда нищие карлики что-то там объединяют. Берут ипотеки, а потом... Карлика на 50% ещё объёбывают потом. И он вынужден ещё что-то там выплачивать. Да, не, извините. А для богатых это реально имеет смысл. Они приумножают капиталы, новые связи заводят. Развивают свой бизнес. Поэтому вот даже у меня друг есть, у которого батя владеет магазинами ещё с 90-х. И у него была обычная тянка. Ну я это уже рассказывал, но расскажу ещё раз. У него была обычная тянка, с которой он собирался как раз-таки там что-то жениться, ещё что-то. И ему родоки сказали, нет, нихуя. Нельзя. А всё почему? Потому что она нищая, блядь. Она вообще там, ну... Мама там какая-то... Такая странная. То ли шаболдой работала в молодой... Ну что-то такое там, то тёмное прошлое. Живёт она с бабушкой. Ну короче... И они сказали, нет, ты чё, куда, блядь, еди нахуй. И всё. Расстался он с ней. Ну заставили там обстоятельства так сложились. Вот так вот карлики, вот так вот богатые делают. Поэтому да. Они пишут странные диссы. Улыбаюсь сильно, как Амиран Диэц. Ещё один год, и я стала лишь пиже. Я тут давно, и навряд ли подвинусь. Для этого мама валю, как богиня. Мне даже не надо показывать сиськи. Твой парень знает, не чекаю директы. Я улыбнулась, он красный, как вишня. Мальчик тут женский рэп. Я твой пин на чат бич. Я перевернула игру. Пососи мой член. Ты будто на ходу. Рифманул. У меня в начале июля была уникальная возможность займить Яночку, мою ровесницу. Ей 15 и не. Ну вот, если я ненормально общался, она со мной отказалась встречаться, что я вспыльчивый. Ну так меньше вонюшу надо смотреть. На самом деле это просто причина. Чувак, у неё видимо кто-то другой объявился. Она тебя просто решила не обижать и ушла к нему. Вот и всё. Как говорится, всё очень просто. Сказки, обман. Солнечный остров скрылся в туман. Вот всё, карлики. То есть в жизни-то люди очень любят себе напридумывать какой-то хуйни, блядь, и жить в иллюзиях. Этого делать не надо. Ты странный мальчишка, ты мне говорил, что не выйдет с тобой поиграть. На компьютер поставила симсов. Тут, тут, женский рэп. Я твой пин на чат бич. Я перевернула игру. Постой стим, мой член. Ты будто на ходу рифманул. Жалкий свой куплет. Я на предсталью. Вуха тебе. Панчи на микстейп. Зайка, да, ты хочешь быть как Эмир. Я знаю, что ты хочешь быть как Эмир. Я такая классная, я без мейка, что мне отлезала Кайли Дженнер. Кайли Дженнер, смазанные стрелки. Помываю, baby, мокрый бьюти блендер. Кайли Дженнер, я не нужен Трэвис. Потому что Лемо, охуенный рэпик. Кайли Дженнер, смазанные стрелки. Помываю, baby, мокрый бьюти блендер. Кайли Дженнер, я не нужен Трэвис. Потому что лемо Охуенный рэп Алло Охуенный рэп Так Разумизм в массы Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Эй кальки Да вы, да вы, да вы, да вы Кальки Папа, так точно, это папа Но мы сопротивляемся в каждом шаге Пиздец, какой-то ссанный Думать ТВ канал забанили Ну там еще какие-то Царьграды Из-за этих обоссанных каналов Трех штук или сколько там Доходит 120 нахуй Мы, люди, которые, блять, годами Вот эту хуйню делали, блять На наши интересы наплевали, блять Плюнули нам, блять На охуенные интересы модельки, макдональдса Якобс Самое дешевое шампанское Обраудюрсо за 200 рублей, блять И вам, и вам плюнули Потому что вы тоже от этого сильно пострадаете Потому что вам нечего будет смотреть Вам плюнули в лицо и размазали карлики Власть уважает карлики Вот так А уважаете ли вы ее? Эх, карлики Да вы, да вы, да вы, да карлики Но мы будем сопротивляться в каждом шагу В каждом шагу будем сопротивляться В каждом шагу В каждом движении В каждом наномете Эх, карлики Да вы, да вы, да вы, да карлики Будем сопротивляться Эх, карлики Да вы, да вы, да вы, да карлики Нет утилизации карлика Алло Нет утилизации карлика Привет, не знаю почему, но подписался на тебя, видимо, давно И вдруг вспыл твой стрим на главный Зашел, понаблюдал за чатом, контентом Я так понимаю, эти стримы что-то вроде Ноева ковчега для додиков Это что-то вроде Что-то вроде Таинственного шара из пикника на обочине Или комнаты Исполнителя желаний Что-то типа такого Ну, если говорить по-простому То да, представь Ну и в ковчег для додика Утилизируйтесь сами Утилизируйтесь сами Утилизируйтесь сами Утилизируйтесь сами Нет утилизации карлика Двенадцать лет в никуда Нет утилизации русского народа Нет утилизации русского народа Захарова призвал быстрее переносить контент из ютуб на российский платформу Ну вот пускай пизда бежит И переносит, блять Тебе больше всех нужен Ты переноси Давай, переноси ее Ну, контент, блять Масло-контент вам явно перенесен не будет Потому что масло-контент Только на великих платформах может быть А на всяких парашных платформах Масло-контенту быть не может Бля, призывы твои, блять Вот, призывы твои, блять Надо Захарова уволить И ее куда-нибудь на заводе В балашику отправить Алло Выдать ей, блять, комнату в общежитии Пропустил донат Плюс 10 минут получается Я не пропускал Это донейшн его не проиграл Чувак Иди поддержку напиши Блять Где я пропустил Я не вижу твоего, миленька Его нет, чувак А, не, вот, есть Ну, он не проиграл Личная граница нарушена Так, ну давай Плюс 3 минуты Отсюда будем Так, ну я вообще тот ролик и так хотел глянуть Ну, похуй И на заводик пусть ходит Ёб ты, бля Гайку точат, блять Да, карлики? Как вы думаете? Идея здравая? Ёб ты, бля Мне кажется, здравая идея, блять Это разумистическая, нахуй Ха-ха-ха-ха-ха-ха Ёб ты, для, ма справа Сóссссссссссс, эх, карлики Давы, Давы, Давы Докээль Сопротивление в каждом шаге карлики Кашпак, моя писька Моя писька Моя писька Каринка Шпак, моя писька Каринка Шпак, моя писька Ха-ха Да, инцел какой-то, бля, ёпта Инцел, нанэм Нанэм инцел, ёпта Мад пока Вот так вот, видите? О, вот это пиздатая песня. Ой. Белый дом забит, отсмотрены тик-токи, съедены блины, молит о пощаде ауди, но очень не хватает, молит о пощаде ауди. Блин, где они эту фотку взяли вообще? Как это, блядь? Ну и карлик, блядь, смешно. Что в туфлях таких, блядь? Ой. Нет, это называется не свитер, это, по-моему, называется тройка. А, нет, тройка это там, где разрез есть, еще пуговицы, типа. Хуй знает, как это называется. Винек. С ви разрезом. Этот свитер. Это Винек. Ручка влево, ножка вправо. Влево рука, вправо нога, лучше не сердите пожилого льва, ты заруинил лайн, воно устроит колумбайн. Голову пилой, блядь. Батя фармил, утр стоял, дрыгал ножками и ванечки не помогал, зачем тогда играть? Уж лучше нища, блинче их жрать. Да это, сука, ноги откипать, такую катку проебать, чё хуйка выбраться? Играл, да, на саппорт, он термян, шебаный нищий. Такой сосет, вата нищая! Да сидел бы он тут, я бы ему ножик. Раз! Сука, блядь. Самости нет, гадка слита, Карина Тиндеровичу опять гола. Чтобы не терпеть, не страдать, надо на диванчике полдня поспать. Но только как проснется, не упасть бы. Макарошки схавает с утра, пропердится, и вновь в доту батьку играть пора. Надо фармить, лотар покупать, никогда не драться и всегда убегать. Но базу уже сносят, и он скажет... Ручка влево, ножка вправо нам. Влево рука, вправо нога, лучше не сердите пожилого льва. Ты заруинил лайм, воно устроит колумбайн. Батя фармил, утр стоял, дрыгал ножками, и ванечки не помогал. Зачем тогда играть? Уж лучше нищим, блинче их жрать. И мы вместе скажем... Влево рукам, вправо нога, лучше не сердите пожилого льва. Ты заруинил лайм, ты заруинил лайм. Ты заруинил лайм, воно устроит колумбайн. Ну умён. Надо было не со смыслом, а со как-нибудь зарифмовать, чтобы было с маслом, типа. Смотрим платиновый контент ванамас. А это вот как мышцы качал этими прививками. Говорит, сделал прививку, мышцы выросли, блядь. Ой, ладно, блядь. Знать, но я уже это сделала. И вред, который мы нанесли человеку своими действиями, определяет тот человек, чьи границы мы нарушили. Не мы определяем, серьёзно, мы навредили человеку или нет. Есть тут повод плакать или нет. Это определяет человек, чьи границы мы нарушили. Потому что это его границы или её границы. Это совершенно субъективно. Если мне больно, то я это чувствую, и я решаю это. Вообще никто другой, только я. Это абсолютно субъективно. Я субъект, и я чувствую свои собственные личные границы. И если для нас произошедшее важно, если мы уважаем чувства другого человека, то нам нужно извиниться и спросить, как мы можем сделать так, чтобы человеку стало легче. Может такое быть, что человек пройдёт супер-жёсткую границу и скажет, что вообще не хочет никак общаться. Окей. Надо отнестись к этому с уважением и не общаться. Вы на массу этот ролик покажите. Сдавать какие-нибудь фейковые аккаунты. Может быть, человек очень хочет просто услышать извинения. Тогда нужно извиниться. И тут нет какого-то идеального сценария. Я могу пять лет не осознавать, что со мной что-то плохое произошло, потом пойти к психотерапевту, там окажется, что у меня ПТСР, и я такая... А может быть такое, что мне вот все эти пять лет было суперхуёво, а потом мы с этим человеком просто попиздели один вечером, и всё отлично. В любом случае, мне кажется, что нужно признать произошедшее, извиниться, сделать выводы на будущее и как-то поменять своё поведение. И не ожидать, что вас простят или там напишут суперподробный туториал, как себя вести, каким человеком надо быть, как вести себя правильно. Если вам не нравится, как все это закончилось Что-то не поддается вашему контролю Живите дальше Мы много чего не контролируем в мире Это может быть некомфортно осознавать Напомните, что мы контролируем свои слова и поступки Мне кажется, что даже если мы все будем просто царями коммуникации И бережного общения И суперэтичными людьми То все равно мы будем нарушать чужие границы Все равно это будет происходить Потому что мир очень непредсказуемый Постоянно происходят какие-то новые ситуации Какие-то новые контексты Нельзя создать какой-то идеальный контекст В котором вообще все будет идеально Нельзя создать какой-то супербезопасный safe space В котором вообще ничего плохого не будет происходить Всегда что-то будет происходить Всегда Нам нужно исходить из этого И дальше уже не пытаться выстроить Вот эти вот идеальные Идеальную картинку А понять Как нам способствовать тому Чтобы картинка была более Да, конечно, хорошая, классная И понять, как нам себя вести Вообще, когда всякая жесть Блядь, я вообще не понимаю О чем она Какой-то, блядь, словесный понос просто Не знаю Набор слов, реально Сплошная вода Вот как будто бы слушаешь Какую-нибудь нищую дипломную работу Блядь Про мега жесть случается Я стараюсь к этому относиться так Что мы все разные люди С разным опытом Нам всем комфортно и некомфортно Разные вещи Нам всем нравятся и не нравятся Разные вещи И это то, что составляет Основу нашей личности Это то, что делает нас нами И это все важно и хорошо И это позволяет нам Находить точки соприкосновения С людьми Любое общение Конечно же, открывает возможность Для нарушения чужих Но также Любое общение Открывает возможность Для Даже если кто-то Нарушит Личную Личную границу Всегда можно сказать Это был Скажем так Не я Ну да Но это крайний случай Нас вот здесь Две тысячи Для супер-мега-хорошего Коннекшена Всего вообще Супер-самого классного Что Дает нам Общение с другими людьми И Делание другу Некомфортно Это часть жизни И если мы нарушили Чьи-то границы Если это произошло То нужно к этому Отнестись с уважением К пострадавшей стране Нужно отнестись Бережно и заботливо Извиниться И постараться Адаптировать границы Так, чтобы Всем снова стало хорошо Конец Просмотры Подписывайтесь на мой канал Если хотите Можете поддерживать Меня на патреоне Тогда переходите По ссылочке Либо в конце Я ни хуя не понял Если честно Everything's no fun Anymore And I'm losing my mind I never wanted to be That craziness I never did want nothing Cause everything Makes me mad Just take the ride Вот эта телка Объективно Хуево на гитаре Играет Она даже Медиатор Неправильно Держит Вот Ну типа Звучит И звучит Но Так сказать Синдром Маслакова-Сапожникова Это непреодолимое Физиологическое Стремление Имитировать Сексуальный Контакт С предметами Быта Например С диваном Вы не туда попали До свидания До свидания До свидания До свидания Привет Хотелось бы узнать Твое мнение Такой стример Как фасолька 400 рублей Спасибо Не знаю Нет никакого мнения Я даже не ебу Кто это Чувак Реально За твичом Уже очень давно Не слежу Очень давно С года 2016 Наверное Реально Алё Я же делал обзоры На тех Кого я видел Вот до года 16 Где-то То есть Мира ХС Ореньян Какая-нибудь Ну вот Джинсуха Случайно Попала В поле Моего зрения Ну не посчастливилось Ей Бывает Ну вот А все остальные Это же Олды Там всякие Лифекс О Лифекс На подхвате Это же все 15-16 Года О Это все Вот эти новые Я их никого не знаю Я о них Обо всех Узнавал На 2Ч Про ту же Джинсуху Я на 2Ч узнал Когда я его читал Когда делал видосы Про твич Поэтому эти вопросы Не ко мне Ничего не могу сказать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Таких групп Дахуя и больше На самом деле Ничего необычного Ну так Звучит Неотвратно По крайней мере Я вам так скажу То есть Это нормально ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально